Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, с измеримой, с уже вложенной. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. На первой войне империи рушится. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию гражданскую и мировые войны. Построенные построенным технологиями небесной дороги SkyWay также будут работать на благо людям столетия, нося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционных проектов. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Добрый день, дорогие партнеры, дорогие гости сегодняшнего мероприятия. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как меня слышно, как видно. Отлично. Десятибальная система. Везде по десятке. Здорово, дорогие друзья. Как у вас настроение в сегодняшний субботний день? Кстати, мы очень рады, что вы с нами. У нас сегодня в комнате уже почти 260 человек. Здорово, друзья. Настроение другим быть не может, как отличное, превосходное, великолепное, потому что мы сегодня собрались на кануне самого масштабного события, наверное, не только этого лета, а и 2017 года. Это экофестиваль, который состоится уже 1 июля ровно через неделю. Друзья, вы все готовы к посещению этого мероприятия? Здорово. И напишите, пожалуйста, в чате, кто едет на экофестиваль, поставьте такой большой жирный плюс. Уже чемоданы собираете? Отлично. Правильно. Нужно готовиться заранее. Здорово. Здорово, дорогие друзья. Вижу, что у нас присутствует Одесса, в которой я сейчас нахожусь. Это радует. Итак, дорогие друзья. Сегодня цель нашей встречи. Сегодня мы поговорим о эксклюзивных таких новостях, которые осветит Андрей Федорович Ковратов. Расскажет о видении того, как будет дальше развиваться компания Skyway, как будет развиваться Skyway Invest Group, как такой первопроходец, по сути, многоуровневым краудинвестингом. Компания, которая задала ритм и тренд на этом новом рынке. Также, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о тех новостях, которые происходят на европейском рынке, страны СНГ и также то, что в принципе происходит в Индонезии. Об этом все вам расскажет Арманд Мурнекс и о том, как развивается рынок Азии, расскажет Жамиля Джусунбекова. Это наши лидеры фонда Skyway Invest Group, это наши флагманы, которые за собой ведут десятки тысяч людей и продвигают идею Skyway, идею многоуровневого краудинвестинга по всему миру. Поэтому, друзья, приготовьтесь к очень интересным новостям, приготовьтесь к интересной и важной информации для каждого из нас. И я сегодня начну нашу сегодняшнюю встречу. Меня зовут Максим Исып, я являюсь членом департамента многоуровневого краудинвестинга компании Skyway Invest Group и также являюсь менеджером по стратегическому развитию краудинвестинга в Украине и развитием партнерской сети. Хотел бы, чтобы каждый из вас сейчас ответил на вопрос, который вы видите в вопроснике, который раз вы присутствуете на встрече с руководством SWIFT. Для нас это очень важно, потому что, как вы уже знаете, у нас открытая политика нашей компании, руководство компании не прячется где-то в тени, так сказать. И нам бы хотелось знать, сколько наших партнеров и как регулярно посещают эти встречи. Пожалуйста, давайте активно проголосуем в вопроснике первый раз или второй и более. Вот Зинаида пишет, что всегда. Это здорово, это здорово, дорогие партнеры. Итак, я хотел бы начать немножко с такого отчета, рассказать о этих событиях, которые происходят на территории, где мы ведем активную работу непосредственно в Украине. И, кстати, пожалуйста, поставьте в чате плюсы, кто непосредственно присутствует сегодня здесь из Украины. Так, вижу плюсики, плюсики пошли. Хорошо. Евгений Марченко из Мариуполя. Вам большой привет из Одессы. Здорово. Хорошо, друзья. Так вот, накануне грандиозного события, которое нас всех ждет, мы провели в Украине ряд таких важных встреч и мероприятий в таких больших областных центрах, как город Львов, город Одесса, Запорожье, Тернополь, Хмельницкий. Это было пять городов в мае месяце, и у нас прошло очень интересное, знаменательное событие, которое посетила наш топ-лидер компании Skyway Invest Group, Жамиля Джусанбекова. Это была такая, я бы сказал, расширенная презентация компании Skyway Invest Group, расширенная презентация возможностей, бизнес-возможностей, которые дает наша компания. И отдельная благодарность Жамиля за то, что она посетила наш город, поделилась опытом, поделилась видением того, как будет дальше развиваться наше направление. И хочу сказать, друзья, что вот учитывая то, что сейчас все очень активно развивается, я имею в виду сейчас продвижение компании Skyway, технологии Skyway, заметил такую тенденцию, друзья, что презентовать то, чем мы занимаемся, стало очень легко. И очень радует то, что во всех городах, где я был, тенденция минимум 30% новичков, которые посещают такие мероприятия. То есть это говорит о том, что сейчас к нам идет повышенный интерес. Но самое главное, на мой взгляд, в нашей работе, это конверсия из тех людей, которые приходят впервые, сколько людей остаются на следующее мероприятие, чтобы узнать о бизнес-возможностях. Так вот, друзья, хочу сказать, что это 50-70% от тех людей, которые пришли впервые, узнав о инвестиционных возможностях и остаются на второй день на стартовую школу на обучение, для того, чтобы узнать о бизнес-возможностях, и люди включаются в бизнес. И вот о том, как это было в Одессе, я хотел бы вам сейчас включить в видеорепортаж, который нам подготовил Дмитрий Слюсарь. Ему отдельное спасибо. И нам всем тоже очень повезло, что Дима находится в Одессе и оперативно, так сказать, готовит видеоматериалы и видеоотчеты о нашей проделанной работе. Итак, друзья, сейчас я включу видео. Одну минуточку. В замечательный воскресный день 11 июня прошла всеукраинская конференция Skyway Invest Group в городе Одесса. Прекрасный зал отельного комплекса «Ренессанс» собрал гостей из многих уголков не только Украины. Благодаря вдохновляющей и доступной презентации директора по стратегическому развитию Skyway Invest Group в Украине Максима Исып, те, кто впервые познакомился с проектом Skyway, прониклись идеей реализации струнных дорог, а также заинтересовались развитием нового тренда в бизнесе как многоуровневый крауд-инвестинг. Специальный гость конференции, директор официального представительства Skyway Invest Group в Казахстане Жамиля Джусубекова поделилась секретами построения успешного бизнеса, а также раскрыла свое видение будущего в тренде многоуровневого крауд-инвестинга вместе с компанией Skyway Invest Group. Гости покинули события в приподнятом настроении, с новыми целями и идеями, а общая атмосфера в зале в очередной раз доказала, что быть партнером Skyway Invest Group – это престижно. Да, друзья, это было буквально две недели назад, 11 июня в городе Одесса. Действительно, мероприятие показало, что очень повышенный интерес к нашему направлению, которым мы занимаемся. И хотел бы, друзья, еще отдельно отметить, что у многих людей, которые впервые приходят на наши встречи, также идет повышенный интерес к обучению, что касается финансовой инвестиционной грамотности. Это, друзья, тоже очень радует, потому что, как все вы знаете, это одно из основных направлений, и это наша, так сказать, миссия – донести людям ценность и важность основ, азов финансовой инвестиционной грамотности. Шел авторский тренинг Антонины Киановской. Это было накануне 11 июня, это было 10 июня за день до мероприятия. И тоже тренинг показал, что такие мероприятия нужно проводить во всех городах, где есть представительство нашей с вами компании. Также, друзья, хотел бы небольшой видеоотчет с этого мероприятия вам показать, как это было, и прошу, пожалуйста, наших помощников включить в следующий видеорепортаж Авторский тренинг Киановской Антонины 10 июня 2017 года в Одесском представительстве Skyway Invest Group состоялся авторский тренинг Антонины Киановской по финансовой инвестиционной грамотности про деньги без фантастики. В ходе данного обучения участники отработали на практике не только навыки управления и приумножения личных финансов, но также научились работать с аудиторией, выстраивать с ней доверительные отношения и получили эффективные инструменты для привлечения новых клиентов. По окончанию мероприятия все без исключения участники выразили желание внедрять полученные знания на практике. Выражаем огромную благодарность Антонине Киановской, которая с большой любовью и заботой передала собственные наработки и методы для партнеров компании Skyway Invest Group. Друзья, я хотел бы отметить отдельно, что каждый из наших партнеров может всегда наблюдать за самыми последними новостями, которые происходят в развитии фонда, в развитии технологии у нас на официальном канале YouTube. Поэтому, кто еще не подписан на канал Skyway Invest Group, друзья, рекомендую это сделать, потому что сейчас выходит очень много новостей, каждую неделю новости выходят такие, которые очень сильно помогают нам продвигать нашу идею и, соответственно, каждому активному партнеру всегда нужно быть в курсе новостей. Поэтому, друзья, настоятельно рекомендую подписаться на наш канал и получать оповещения. Пишут, что нет звука. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной системе, как видно, слышно, то есть все хорошо. Хорошо. Окей, отлично, друзья. На чем бы я хотел сегодня обратить внимание всех наших партнеров, друзья? Вот буквально полгода назад, 9 месяцев назад у нас не было того, вот знаете, не то чтобы инструмента, не было тех масштабных событий, которые происходят на протяжении последних 3-5 месяцев, друзья. Я сейчас говорю непосредственно о развитии технологии Skyway, да, как нашего основного направления, которым мы занимаемся. Так вот, друзья, тенденция за последнее время и начиная где-то с марта месяца, я заметил следующую тенденцию. Сейчас презентовать технологию, презентовать бизнес-возможности непосредственно многоуровневого краудинвестинга стало очень легко. По одной простой причине, друзья, мы буквально вот во всех городах непосредственно, где я присутствовал, и последний город это был город Хабаровск в России, да, когда людям мы показываем три основных составляющих, это прошлое, настоящее и будущее, что касается развития технологии, у людей не остается, так сказать, никаких сомнений и не остается сомнения в том, что это реально. То есть на самом деле, как вы все прекрасно видите, два года назад нам нечего было показать, да, и мы об этом людям говорим, что начинали мы с картинок, с идеи, с такого вот вдохновления, да, два-три года назад мы начинали именно так. И когда мы людям сейчас показываем наши последние достижения, то, соответственно, у людей очень позитивная реакция на это все. Ну и третий момент, когда мы показываем, и на мой взгляд, самый основной момент, когда мы показываем людям о том, что это стало возможно благодаря многоуровневому краудинвестингу, то тогда у людей вполне просыпается такое логическое понимание того, что за этим будущее на ближайшие десятилетия. И именно на этом, друзья, сейчас мы делаем акцент в наших презентациях. Мы сейчас больше говорим о силе многоуровневого краудинвестинга. И, друзья, я хотел бы сделать акцент сейчас на том, что 3 и 4 июля компания Skywaying Group проводит обучение для тех людей, которые готовы присоединиться к нашему бизнесу и подготовить плодотворную почву для очень стремительного роста лично вашего бизнеса. Но для этого, как вы все понимаете, нужно научиться чему-то новому. Друзья, скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. Кому интересно начать активно развиваться в нашем бизнесе в тренде, который будет в ближайшие десятилетия одним из основных в инвестиционном рынке? Вот, пожалуйста, поставьте плюс. Кто-то поставил даже плюс 100. Хорошо, друзья. Я со стопроцентной уверенностью и гарантией могу вам сказать о том, что если вы этот бизнес начнете и активно включитесь, у вас будет возможность заработать сотни тысяч долларов и миллионы долларов в ближайшие годы. Так вот, у меня вопрос к вам. Скажите, если речь идет о том, что человек начинает бизнес, перспектива которого в ближайшие месяцы выйти на очень серьезные доходы, я сейчас говорю о линейном бизнесе, как вы думаете, сколько он должен проинвестировать в этот бизнес, чтобы, например, в ближайшие 2-3-5 месяцев выйти на доходы в 3-5-7-10 тысяч долларов? Сколько он должен изначально проинвестировать в свой бизнес? Ну вот, если говорить о том, что рентабельность стандартного бизнеса в районе 10-20%, то, друзья, для того, чтобы человек вышел на такие доходы, он должен проинвестировать минимум 10-15 тысяч долларов. Это вот на рынке СНГ, это в основном вот такая стандартная сумма для того, чтобы начать бизнес и выйти на доходы хотя бы в 3-5 тысяч долларов. К чему я это говорю, друзья? Я услышал вот такую тоже тенденцию, она не совсем правильная, когда партнеры говорят о том, что вот обучение, оно стоит там определенных денег, и у людей как бы желание есть, но нет возможности посетить мероприятие на 3-4 июля или мероприятие, которое будет 2-го июля, итоговая конференция. Но хочу вам привести такой пример, друзья. У каждого есть, наверное, мечта иметь какую-то хорошую, дорогую, красивую машину. Есть такое? Я уверен, что есть. Вот напишите, пожалуйста, сколько стоит машина вашей мечты? Вот напишите прям тщательно, не стесняйтесь. 40 тысяч, вот Олег Марценюк хочет, ага, 40 тысяч нужно для открытия собственного бизнеса, по ренде, так что... Так, Татьяна Ушакова 3 миллиона рублей, 1 миллион рублей, 15 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Хорошо, друзья, ну давайте выведем среднюю сумму, среднюю сумму, пусть это будет 50-70 тысяч долларов. И вот представьте, что это реально, к примеру, я к вам прихожу и говорю, что посмотрите в окно, и вот за окном на улице возле вашего подъезда стоит машина вашей мечты, но она будет стоять до завтрашнего утра. И только сегодня у вас есть возможность эту машину купить за 500-1000 долларов, даже пускай это будет за 500, 1% стоимости вашей машины. Вы найдете эти деньги? Ну, конечно, найдете, согласен? Когда вы понимаете ценность этого подарка. Так вот, друзья, если этот пример применить к обучению, которое будет проходить 3 и 4 июля в городе Минск, друзья, ценность этого обучения, она даст вам возможность выйти на те доходы, которые вы раньше не имели. Почему? Потому что именно на этом обучении будут даны практические советы тех людей, которые уже добились результатов в том бизнесе, которым мы с вами занимаемся. Поэтому, друзья, если вот говорить о том, что когда у людей есть желание, но нет возможности, у меня лично жизненная позиция, и она присуща всем людям, которые хотят в жизни что-то изменить и поменять, она следующая. Желание ищет возможности, а не желание ищет причин и оправданий. Поэтому, друзья, если у вас есть на самом деле искреннее, стремительное, жгучее желание в нашем бизнесе добиться больших результатов, достигнуть больших высот, то я уверен, что каждый найдет возможность посетить экофестиваль, и что является очень важным, я бы сказал, даже первостепенным. Потому что экофестиваль, друзья, это событие, знаете, как очередной этап, это то, что даст рост в нашем с вами бизнесе, потому что уже будет технология Skyway продемонстрирована тысячам людей в этот день. Соответственно, это можно будет очень легко продавать эту новость, это событие уже после того, как оно состоится. И это поможет вам в развитии бизнеса, которым мы занимаемся. Поэтому я хочу еще раз сделать акцент на том, что 3 и 4 июля, друзья, это ключевое событие в нашем с вами бизнесе. Именно там будут даны те эксклюзивные тренинги, мастер-класс, которые не даются вот так вот в онлайне, через вебинары и так далее. И это обучение, оно не повторится. Да, Вадим, участие в этом обучении стоит 150 долларов. Оно доступно тем партнерам, кто является консультантом. И кто еще не закрыл квалификацию консультант, друзья, у вас есть еще целая неделя на то, чтобы этот результат сделать. И также очень приятно то, что Андрей Федорович дал возможность тем партнерам, кто является уже консультантом, взять с собой человека, партнера, который еще не квалифицировался в ранге консультанта, но имеет желание и имеет потенциал того, чтобы, услышав те знания, которые будут даны на этом мероприятии, он начнет их применять и будет расти в нашем с вами бизнесе. Поэтому есть возможность взять с собой одного человека и, так сказать, пригласить его на это обучение, даже если он не закрыл ранг консультанта. Также, друзья, хочу вам еще сделать акцент на том, что, если вы заметили, мы уже больше чем полгода говорим о том, что рынок краудинвестинга, многоуровневого краудинвестинга это тренд. И в подтверждение наших слов я хочу сделать акцент на последних новостях, которые вышли в Российской Федерации, где правительство в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, где президент России Владимир Путин дал указание о том, чтобы профильные министерства разработали специальные механизмы, юридические и финансовые, для того, чтобы финансировать стартапы и новые инновационные технологии. Причем это было озвучено прямым текстом. Такие инструменты, как краудфайдинг и краудинвестинг. Поэтому, друзья, это еще очередное подтверждение того, что рынок многоуровневого краудинвестинга уже является трендом и начинает набирать обороты. Буквально за последние несколько недель мне поступали разные предложения по поводу того, что вот там сейчас начинают запускать краудинвестинг, другую идею какую-то начинают продвигать. Почему это происходит? Потому что люди, даже сами ученые-изобретатели, увидели успех Анатолия Эдуардовича Юницкого благодаря именно этому методу финансирования и продвижения технологий. Поэтому, друзья, я хотел бы сделать еще акцент на том, чтобы у каждого из нас не было распокусировки в данный момент. Потому что я больше чем уверен, что сейчас ко многим лидерам, тем людям, которые добились уже определенных результатов SkyWayN без рук, которые уже построили структуры, могут обращаться с подобными предложениями. Друзья, запомните вот такой очень классный пример. Если боксер хочет поставить свой удар, он должен бить в одну грушу. Если ему повесить 10 груш, и он одним ударом будет пытаться в эти 10 груш попасть, он никогда не будет профессионалом. Поэтому, если вы хотите быть профессионалом в многоуровнем краудинвестинге, друзья, то такой инструмент, как SkyWayN без групп, он единственный на рынке, где вы сможете добиться максимального результата. И даже вот буквально вчера я ездил в Киев, и по пути, останавливаясь на заправке, встретил одного человека, который еще в самом начале начинал развивать компанию SkyWay. И за это время он поменял много разных компаний, они в основном все пирамидальные и так далее. И вот меня увидел, мы с ним не виделись, наверное, около двух лет, даже трех, да, и там куча предложений. Вот, Максим, мы там сейчас запускаем вот это, мы будем работать в ближайшие два года. Вот, я так, знаете, стою и улыбаюсь, и, друзья, мы, как компания SkyWayN без рук, как соратники Анатолия Эдуардовича Енисского, мы будем работать десятилетия вперед. И когда вот поступают такие предложения, ну, на самом деле смешно, потому что люди не понимают и не осознают масштаб той деятельности, которую мы сейчас развиваем. Потому что впереди нас ждут десятки адресных проектов, и сейчас мы готовим правильные механизмы, как мы будем участвовать, как мы будем финансировать эти направления. Потому что, друзья, еще раз хочу сделать акцент. Эко-фестиваль – это вот как раз тот переломный момент, после которого наш бизнес, он просто стремительно пойдет вверх. Поэтому, друзья, рекомендую, рекомендую вам в обязательном порядке посетить обучение, которое третьего, четвертого даст вам стремительный старт в нашем бизнесе, в котором мы занимаемся. И еще, дорогие друзья, я хотел бы дать такую рекомендацию, чтобы каждый лидер в своем регионе после эко-фестиваля для тех партнеров, которые не приедут на это событие, 8 июля провели в своих городах, в представительствах, в офисах, провели презентации, расширенную презентацию и осветили последние новости, которые мы узнаем на эко-фестивале. Потому что нужно максимально это событие, уже после, да, постфактум, после этого события, распространить это яркое событие 2017 года максимальному количеству людей. Да, показать уже действующие юнибусы, юнибайки и, возможно, даже юнитраки. Буквально 5 дней назад мне довелось побывать в конструкторском бюро. Так я хочу вам сказать, друзья, что нас ждет, так сказать, поддержка нашей технологии на самом высоком уровне в Республике Беларусь. И не только в Беларуси, а еще в ряде стран. Также, друзья, хотел бы отметить, что уже готовы юнитраки, уже готовы юнибусы, которые будут скомпонованы многоместные, которые будут из отдельных юнибусов состоять, но будут как один цельный подвижной состав. Работа ведется сумасшедшая и на самом деле еще больше восхищаюсь тем, насколько все грамотно организовано и как ведется работа в конструкторском бюро. Вот, это не все новости, так сказать, которые можно публично освещать, а многих мы из них узнаем из официальных источников, да. Но хотел бы отметить, друзья, что в ближайшее время нас ждет даже в какой-то степени неожиданный поворот событий, да, который может в корне поменять дальнейшее развитие технологий и ускорить процесс капитализации самой компании. И, друзья, хотел бы закончить я свое выступление еще одним примером, и даже не примером, наверное, а тем, чтобы каждый из нас задумался над своим будущим и посмотрел на себя через 2-5 лет. Вот, каждый, ответьте, друзья, себе на вопрос, изменится ли ваша жизнь, достигнете ли вы своих целей, достигнете ли вы какую-то из своих мечт через 2-5 лет, если вы будете заниматься тем, чем занимаетесь сейчас. Если вы ходите на работу, вы работаете на кого-то, получаете стабильную зарплату, ответьте себе на вопрос, что изменится у вас через 2-5 лет. И задайте такой же вопрос, если вы начнете изучать и применять те знания, которые вам дадут профессионалы на обучении 3-4 июля. Что изменится в вашей жизни, если вы начнете в самом начале развития нового направления многоуровневого краудинвестинга? Насколько сильно может поменяться ваша жизнь? И я вам хочу сказать, дорогие друзья, один пример, который был лично в моей жизни, это был 2013 год, и тогда я только начал заниматься многоуровневым бизнесом, и как раз событие, на которое я поехал, друзья, оно дало мне толчок, и знания, которые я там получил, они дали мне возможность добиться тех результатов в сетевом направлении, которые у меня были ранее и которые есть сейчас. И хочу сказать, друзья, что иногда даже требуется идти на какие-то жертвы, может даже в какой-то степени на беспрецедентные шаги, и на мероприятии 3-4 числа я расскажу, на какие жертвы я пошел. Это был такой беспрецедентный шаг, даже пришлось в какой-то период на вокзале переночевать, потому что не было возможности остаться на событие, которое было на следующий день. Но вот саму всю историю, как это было, и знаете, как стоит ли игра свеч, об этом тоже расскажу, поделюсь своим личным примером непосредственно 3-4 июля на событие, на котором мы вас всех ждем. Поэтому, друзья, фокусируйтесь на правильных целях, ставьте правильные задачи, и в первую очередь научитесь, получите знания, которых вы еще не имеете, для того, чтобы достичь успехов в нашем бизнесе, которым мы занимаемся. И помните одно очень грамотное и правильное, мудрое высказывание. Если вы хотите иметь в жизни то, чего никогда не имели, научитесь делать то, чего никогда раньше не делали. Благодарю вас, друзья, за внимание. А сейчас хочу передать слово своему партнеру, нашему топ-лидеру компании Skyway Invest Group, Жамиле Джусунбековой. Это человек, который возглавляет официальное представительство компании в Казахстане. Это мега-лидер, который делает огромнейшие обороты в нашем фонде. И при личном общении с Жамилей еще раз убедился, что это лидер, у которого есть всегда чему учиться. И мы у нас в Украине с удовольствием будем внедрять ту систему, по которой работает Жамиля Джусунбекова в своем регионе. И, Жамиля, я вам передаю пламенный привет из Одессы, от всех наших партнеров, которые присутствовали на мероприятии 11 июня. Нам всем очень понравилось, и мы до сих пор еще находимся под впечатлениями. Жамиля, вам слово. Жамиля Джусунбекова. Ехать с нами в Минск. И, конечно, билетов на ЭКОФЕС уже нет, но я надеюсь, что эти вопросы будут на месте разрешены, потому что желающих ехать с каждым днем прибавляется. И именно вот такие события стимулируют росту структуры, открывают людям глаза, дают уверенность, придают уверенность именно, где мы работаем. Чувство локтя своих соратников, партнеров, коллег по другим регионам. Все это сплачивает нашу семью Skyway. И к этому событию мы готовимся. Вот, Андрей Федорович, ваш приезд, Игорь Леонидович, приезд, это дает о себе знать. Очень хорошо сейчас поднимаются эти регионы. Вот Шимкент, город Шимкент, который, ну, как-то вот в полусонном состоянии был, а вот проведенная конференция с вашим участием, и в городе Бишкек сегодня дают свои плоды. Ну, я хочу сказать, что, с удовольствием отметить, что к нам из азиатского направления сейчас подключается Турция. Буквально неделю назад человек вот с командой к нам пришел, Светлана, это с города Анкары, и ежедневно с ними по скайпу переговоры. И сегодня два человека уже с Турции хотят ехать к нам и профессионально работать вместе с нами. Считаю, что нет связи. Сейчас, минуточку я. Ну, и то, что завтра, 25 июня, у нас последний день, когда дают 15% по нашему маркетингу, это тоже дает о тебе знать. Как никогда вот еще идет волна подписок, офисы работают буквально допоздна. И вот сейчас я читаю в чате, что город Алматы в офисе более 30 человек слушает наш вебинар. И это буквально ежедневно приходит поток новых людей, которые хотят успеть до перехода на 10 этап вот с нынешним дисконтом, который у нас сейчас есть, оформить акции в рассрочку. Я думаю, вот это все еще раз говорит о том, что широко уже поддерживается наше направление, именно MLM тоже, как MLM бизнес. И поэтому времени буквально не хватает. Мы хотим с большими объемами, с большим количеством людей. Нас из Казахстана более 100 человек сегодня, желающие приехать в Минск на ЭКО-фест. Уральск, западное направление, они двумя спринтерами выезжают из Уральска, с Астаны выезжают тоже автотранспортом. Буквально половина самолета у нас с Алматы, уже куплены билеты, как чартерный рейс. И из 100 человек, которые собираются поехать, более 50 человек, это будут люди, которые примут участие на обучении 3-4 числа. Я думаю, именно на это обучение нужно уделить особое внимание, потому что мы действительно фундамент нового бизнеса, трендового, вот Максим сказал. И все мы это видим, что мы новички в этом направлении. И именно делясь опытом друг с другом, и обучаясь, мы можем сделать его еще круче. И особенно промоушен, что каждый консультант может дать возможность активным партнерам, активным агентам посетить это обучение. Это тоже дает сегодня плоды. Вот в эти дни сейчас идет активная покупка билетов на это обучение. И приглашаем всех принять участие, потому что я по себе знаю, когда-то в 15-м году в октябре месяце, вот я вместе со своим верхним спонсором, Раис Алиева, была одна на этом событии, это в октябре, в мае 2016 года нас Эко-технопарк посетило 5 человек, в ноябре прошлого года на миллионере на обучении из Казахстана нас было 12 человек, и вот сегодня уже более 100 человек собирается ехать на Эко-фест и получить обучение. И волна роста в структуре систематически наблюдается от крупных событий, которые происходят в регионах. Поэтому тем, кто еще не проводил вот эти большие события у себя, я бы рекомендовала, чтобы вы организовали такое событие, пригласили бы лидеров компании, руководства компании, и вы увидите, как стремительно будет развиваться команда. Ну вот явный пример этому именно у нас в Казахстане. Рост идет от события к событию, и оно действительно как хороший вирус, вот заряжает нас, заражает нас видением, уверенностью. И давайте дружно и активно будем собираться на Эко-фест. И я хотела бы вам сказать до встречи на Эко-фесте. А сейчас я хочу представить вам человека, которого невозможно не заметить. Он высокого роста, но не только роста, но и высокого полета у нас с Виги. Человек, лидер компании, который развивает все направления в Европе, в Америке, в Индии. И человек, у которого, можно сказать, ритм жизни – это Скайвей на сегодня. Все мы у него учимся. Арманд. Рад всех вас видеть, друзья. Нас более 400 человек. Я поражаюсь вообще тем успехом, которые только что были озвучены. Максим Исыпь и его конференция, которая такая мощно проведенная. Жемелья. И, ребята, вы видите, что действительно лидеры – это не те люди, которые говорят, это те люди, которые делают, это те люди, которые показывают вам путь, как это сделать. И я хочу у вас спросить, то есть я, конечно же, поделюсь тем опытом, который я получил. Благодарность нашим лидерам в Австралии, в Новой Зеландии. То есть это действительно серьезные люди, которые сегодня включаются в большое движение Скайвей. И в рамках компании Скайвей Инвест Групп ребята готовы создавать очень большие мощные структуры и выводить нас абсолютно на другой уровень. Но перед тем, как я перейду к таким вот интересным вещам, я хочу у вас спросить одну вещь. Вот скажите, пожалуйста, вот представьте, что у вас есть все деньги мира. Вот вам ничего больше не надо. Вы уже стали таким человеком, как Джефф Безос, как Марк Сукерберг, то есть человек, у которого сегодня не стоит вопрос о том, что есть, что пить и где сегодня жить. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать, то есть какое ваше, какие ваши намерения, для чего вы вообще находитесь на этой планете и что вы хотите сделать тогда, когда вы, скажем так, удовлетворите все низменные потребности свои. Помогать нуждающим. Я буду путешествовать по миру. Так, исполнять свою миссию, Ольга. Путешествовать, жить в удовольствие, нести добро в мир, благотворительность, дарить, буду учить детей, путешествия, книжки писать, создание, что такое, созидание планов моря, волонтерство, обучать людей заниматься благотворительностью, помогать другим, дать миру лучшее, займусь экологией, исполнять свою миссию. Друзья, вот смотрите, все вы сейчас попали в тот момент, когда у вас, в принципе, это все есть. И самое главное в жизни, для того, чтобы ты получал, это именно отдавать. То есть в рамках Skyway и со всем маркетинг-планом, с той идеей, которую, скажем так, Юницкий, Анатолий Дарчуницкий и Андрей Федорович Хавратов воплощают сегодня в жизнь с помощью каждого из вас, это те инструменты, которые вам помогут получить вот все, что вы хотите, и вы сможете заниматься благотворительностью, вы сможете писать книжки, путешествовать. То есть это не будет стоять вопросом, что вам делать. Но сегодня, для того, чтобы это получить, нужно сделать первый шаг. И вот смотрите уникальную такую вещь. Я вот вчера услышал интересную историю, знаете, Энтони Робинса, да? И вот Энтони Робинс, он как-то хотел научиться играть в пол. И он, значит, зашел в интернет и начал искать, кто же ему научит играть в пол. И вот представляете, он находит человека, который там какой-то вице-чемпион игры в пол, и он приходит к нему и говорит, я хочу у тебя учиться игры в пол. А он говорит, что... Ну, а у него денег не было. И он говорит, ну, я тебе сейчас не могу заплатить, но я тебе заплачу, как только там получу. А этот человек начинает рассказывать, что у него какие-то там... А нет, Энтони Робинс чувствует, что у этого человека какие-то проблемы. И он говорит, знаешь что, давай сделаем так. Ты меня научишь играть в пол, нет, получается, Энтони Робинс у него спрашивает, давай сделаем так, я сначала решу твою проблему, а потом ты научишь меня играть в пол. И опять же, видите, что он сделал. То есть он сначала отдал для того, чтобы получить. И вот мы с вами сегодня находимся в том месте и в том уникальном проекте, который нам позволяет давать. И чем больше вы будете давать, друзья, тем больше вы будете получать. Не важно, кто сегодня сидит напротив вас, не важно, кто находится в соседнем доме, не важно, кто находится у вас по левую и правую руку на ваших работах. Ребята, отдавайте, давайте эту информацию, не зажимайте ее. Это то, что принесет вам все блага, которые сегодня вы просто можете выжелать. И это самый главный посыл на сегодняшний день. Я хочу сейчас поделиться одним роликом. Это, наверное, все вы слышали, я еще, наверное, года полтора назад начал сравнивать компании Швеб, компании Hyperloop, то есть те компании, в которые сегодня многие люди вкладывают деньги, то есть большие и крупные конторы вкладывают деньги для того, чтобы, скажем, получать там долю. И вот один из этих проектов, наконец-то моя мечта сбылась, и я на нем покатался. Хочу поделиться своими впечатлениями. Буквально минута вашего времени. Так, подскажите, пожалуйста, видно? Так, почему не работает? Арман, тебе нужно загрузить сюда. Арман, тебе нужно загрузить сюда, и потом запустить отсюда. А, у меня вот он на этом самом, на YouTube есть, и ссылка здесь нет. Нет, ссылка неправильная. Сейчас загружается еще. Сейчас загружается еще, подожди. Или скинье, ссылка. Или скинье, ссылка. Я сейчас тебе загружу на компьютер. Но ты пока поговори, впечатления свои расскажи. Хорошо, так, сейчас я тебе расскажу. Еще в каком у тебя формате? Там, JPEG или какой? Нет, это этот самый, какой JPEG? MP4. MP4. Да, MP4. А, хорошо. Это GoPro. Так, сейчас, секундочку. Если GoPro, там MP4, там более высокий стандарт. Я загрузил, я тебя сейчас скину, а ты уже там посмотришь. Да, да. Так, одну секунду. Так, где это мое видео? Вот оно. А, во, пошла, да? О, пошла, да? Во, пошла. Друзья, смотрите. То есть, для того, чтобы сесть в эту капсулу, в эту гондолу, то есть, тебя закрывают, и видите, там места вообще нет. Мне, как высокому, очень неудобно было, потому что не было на что облокотиться. То есть, для головы и шеи вообще ничего не было, так сказать, предусмотрено. Смотрите, что она делает. Она сначала оттягивает, потом заталкивает. Нет, это не инвалидов, это просто развлечение, парк развлечений. И вот ты просто крутишь педали. То есть, похоже на этот, как его, то есть, он похож на наш юнибайк. Только вы видели, да, наш юнибайк, и вы видели вот это. Ну, и могу сказать, что очень сильно устаете. То есть, даже если вы там крутите, дергаетесь. Давайте вот так сделаем. Теперь, наверное, должно быть хорошо, да? Значит, смотрите, это почти как юнибайк. То есть, принцип взят юнибайка. И там тоже педали, да? То есть, у них патенты стоят на именно вот эту вот педальную, скажем так, систему, которая крутит. Да, оно реально колбасит, то есть, тебя вот так вот шатает со стороны в сторону. Но могу сказать, было интересно. То есть, как опыт интересный. Но если мы берем во внимание то, что мы создаем именно транспортную технологию, и даже тот же самый юнибайк, который вы, многие из вас, видели на картинках, или еще имели возможность там в Белоруссии, в Минн, в этом самом, в России, да, там, в Москве, когда были на выставках, и так далее, имели возможность посетить, то вы видели, что там сделано все просто по лучшему классу. Смотрите, что происходит. Она меня ловила. То есть, я ехал, и для того, чтобы остановиться, человек должен тебя поймать. Ну, очень, очень такая забавная штука, конечно. И чтобы вы понимали, Google выставил объявление на самый экологичный проект в мире. И я имел возможность общаться именно с владельцем этого швеба, с владельцем этого места, то есть, у него там различные развлекательные комплексы. И я, когда с ним разговаривал, я, конечно же, разговаривал, показывал вообще SkyWay. Я показывал технологии SkyWay. И если вы зайдете на мою страничку на Facebook, вы увидите, что там уже более, по-моему, 40 репостов, там более двух тысяч с половиной просмотров именно об интервью, которое я брал у хозяина этого места. И когда я ему в конце сказал, я говорю, ну так что, вы рассматриваете SkyWay вообще для того, чтобы внедрить его у себя в парке, где-то вон там, где у вас там место есть. Он сказал, почему бы и нет. Я всегда рассматриваю такие инновационные возможности. И это одна из причин, почему я стал совладельцем и акционером вот этой вот Гондоу. Понимаете? Вот этого Швэба, он стал акционером. Мало того, он меня там сконтачит именно с головным офисом и так далее. Но что самое интересное, да, вот я начал рассказывать о том, что компания Google выставила на Facebook и на других ресурсах информацию о том, что они готовы отдать миллион долларов тому человеку, который предоставит самый экологичный проект. И вот представляете, они просто скинули ссылку и сказали, посмотрите, вот наш бизнес-план, вот наш проект, который мы считаем, что он экологичный. И таким образом они получили один миллион долларов. Это то, о чем я говорил, только этой информацией, ее, ну, как бы, на тот момент я не владел ей. И когда я с ним пообщался, я понял, что этот человек просто был в нужный момент, в нужном месте. И, друзья, вот вы все находитесь в нужном моменте и в нужном месте. И только от вас зависит, миллион придет к вам, либо придет к вашему соседу. А что я имею, что я подразумеваю под словом миллион? То есть это условная единица, да, может кому-то хватит там 10 тысяч долларов для того, чтобы жить так, как он мечтал всегда. Понимаете? Он придет, но либо к вам, либо к кому-то другому. А все, что нужно сделать, это просто говорить. Разговаривайте, рассказывайте. Нам сегодня нечего стесняться. Мы сегодня с вами являемся родоначальниками вообще нового тренда. Максим уже говорил вам, друзья, тренд многоуровневого краудинвестинга сегодня все больше и больше впивается в головы всех чиновников, всех бизнесменов. Потому что они понимают, что нет смысла давать банкам эти проценты, если это мы можем поделить между собой. Но помимо этого я также встречался с человеком, который являлся правой рукой компании, которую вы очень хорошо все знаете. Эта компания занимается криптовалютой. Я не хочу ее называть, но вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Так вот, он был правой рукой, и сегодня эта компания уболила его, а он являлся стратегическим именно директором по внедрению. И вот, представляете, он мне говорит, когда мы встречались, он когда узнал, что это все сделано, то есть Skyway находится на девятом этапе, побывал на множество различных выставках, и это все благодаря многоуровневому краудинвестингу, а он участвовал в этом, как бы, не, это, да, это не первый, а второй, да. И что он говорит? Он говорит то, что, ребята, у вас вообще идеальная модель бизнеса. Даже не технологии, а модель бизнеса. Потому что технологию, понятное дело, мы запустим, и ее рано или поздно все равно перекупят большие, крупные инвестора. Почему? Потому что сегодня, с кем бы я ни общался, все люди хотят продать акции. Зачем? Зачем опять отдавать эти доли тем людям, у которых очень много этих долей, при том различных компаний? Понимаете? Нету смысла этого. И второй момент, это я встречался с человеком, благодаря нашему партнеру, благо она в моей структуре, вот, это человек, который имеет структуру в миллион людей. И он сегодня уже, скажем так, выставил на своей страничке своего, скажем так, предыдущего бизнеса о том, что, ребята, есть серьезная компания, есть серьезный бизнес, который сегодня нуждается в нашей помощи. Кто готов, прошу, дайте мне знать. За первых 5 минут 72 человека написали, я хочу, напиши мне информацию, скинь мне ссылку и так далее. То есть, к чему я это все веду? Поверьте, сегодня каждый из вас обладает возможностью встретиться с любым человеком в мире, любым. И это все будет делаться через ваших друзей и знакомых. То есть, теорию шести рукопожатий, наверное, вы слышали, да, смотрели фильм «Елки». И это люди, которые, скажем так или иначе, узнают об этом. Но здесь вопрос, узнают ли они от вас, либо от кого-то другого. Поэтому прошу, и очень сильно я вас хочу, скажем так, подвигнуть на то, чтобы, друзья, не молчите, говорите. Сегодня от вас не убудет, но для кого-то это будет тот золотой шанс, чтобы изменить свою жизнь, чтобы поменять свое существование сегодня и выйти на абсолютно новый жизнеуклад. И с вами, либо без вас, мы это сделаем. Но, друзья, с вами это будет быстрее. Приветствую, дорогие друзья. Рад всех видеть, слышать. И очень радостно услышать, конечно же, то, что сейчас сказали наши члены правления на уровне краудинвестинга. Пока их три человека, но ожидается после 3-4 июля, наверное, еще два человека выйдут, может быть, даже три. И хочу сказать следующее, что мы сейчас проехались, вот я был в Нилане, последние две недели, Чехия, Прага, Казахстан, Шимкент. Кстати, вот видео запишу вам, не запишу, а выложу, никак не могу выложить. Высшая степень гостеприимства в Шимкенте, именно в Шимкенте. Посмотрите обязательно видео, я буду сегодня постараюсь скачать и выложить. Просто обалденная высшая степень гостеприимства. Это вот как принимают в Шимкенте просто здорово. И в Бишкеке, и вы знаете, вот Арман сказал важный момент такой, с кем мы не встречались, все задают вопросы, ну не все, но многие задают вопросы, когда уже можно будет продать то ли компанию. И вот Арман прав, и Максим из-за начала говорили, вот люди немножко, наверное, ребят, вы не допонимаете одной важной вещи. Я уже это показывал на конференциях, и я это покажу еще вот, когда мы в Минске будем, что, ребят, один из важных таких моментов, нужно понимать следующее, что, а, и спрашивают, когда IPO будет. И вот наша тема сегодняшнего вебинара, если читали темы, то мы сегодня поговорим, когда же будет IPO и выход на IPO. Второе, когда закончится девятый этап, что нужно сделать, чтобы быть первого августа на экофестивале, потому что билетов уже нету, но вы сегодня услышите, как побывать там. И самый главный момент, это как свой статус именно партнера сегодня, если вы агент, допустим, стать уже в течение трех месяцев, максимум полгода минимум менеджером. Как уже, допустим, если вы менеджер, стать топ-менеджером, а может быть советником президента. Поэтому, вот она пишет, да, зачем же продавать курицу с золотыми яйцами. Некоторые, наверное, не понимают, если дают вопрос, не понимают, что это курица с золотыми яйцами, которые будут нести постоянно эти золотые яйца, которые нужно будет, скажем так, продавать. Или с ней будут вылупываться с этих яйцами такие же курицы, которые будут нести золотые яйца. И я понимаю одну важную вещь, что многие люди, которые задавали такие вопросы, общаясь с этими людьми, я понял одну важную вещь. Люди не обладают инвестиционным дошлением. Ой, ребят, сейчас мне нужно здесь отдать некоторые документы. Я сейчас расскажу, с кем я познакомился и какие документы я отдам. Буквально 3 минуты. Арманд или кто-нибудь, возьмите эстафету. Алло, Александр, подъехали? Ага, все, сейчас. Арманд или Максим, возьмите эстафету. А, или давайте, знаете, как сейчас я поставлю видео, смотрели вы или не смотрели. Так, где же у нас, где же у нас видео? Видео Могилева, можете? А, вот, есть автор, АП Могилева. Давайте посмотрим, а потом, если я не поднимусь. Арманд, вот так, почему-то Николай Могилев у нас не запустился. Не знаешь, почему? Очень странно, очень странно. Можно поставить видео Могилева и, Арманд, возьми, пожалуйста, эстафету, сейчас я отнесу так нет. А, все, пошел. А, все, пошел. А, все, пошел. А, все, пошел. Друзья, давайте еще немножко, вот, меня слышно, да? Еще немножко поговорим. Ну, я там просто сейчас прочитал эти самые комментарии, да, то есть, я когда вещал, то есть, я не читал комментарии. Вот, вы спрашиваете, да, там, по прямой он будет лучше. Смотрите, изначально этот швеб, то есть, он создавался как просто для... Ну, знаете, вот, есть эти машинки, да, в этих патракционах, есть какие-то там развлечения, там, прыгать с этих... Ну, когда к вам там привязывают за ноги, да, и скидывают, вы там болтаетесь. То есть, это все, да, тарзанки, вот, Оксана, благодарю. И вот это все, это просто развлечение. И что очень удивительно, когда мы поехали в это место, не помню, как, Арова, по-моему, как-то так оно называлось. То есть, мы ехали, наверное, часа два с половиной. В Новой Зеландии, где, ну, в принципе, у них, скажем так, немного, да, населения, там, полтора миллиона вообще населения, пробки, ну, они просто, скажем так, доставали, да, то есть, все нервные окончания, они были, скажем так, напряжены, потому что, ну, эти пробки. И я потратил очень много времени для того, чтобы туда добраться. Когда я туда добрался, конечно же, я не пожалел, да, потому что, действительно, это, ну, скажем так, это своего рода опыт для того, чтобы не просто на словах и на картинках сравнивать, а именно уже когда ты проехал, то есть, ты это прочувствовал, ты можешь передать это. И моя самая главная задача сегодня, друзья, это было вам передать те ощущения, те моменты, чтобы вы могли дальше показывать этот ролик, да, передавать это. Я, кстати, скину ролик, то есть, скину ссылку на YouTube здесь, то есть, вы можете посмотреть, но мы также разместим это и на ресурсах Skyway Invest Group, то есть, на YouTube Skyway Invest Group он тоже будет. Так вот, когда с этим человеком начал разговаривать, то есть, вообще, меня интересовала финансовая составляющая. И я у него спросил, вот летом, сколько человек посещает ваше место, да, и сколько человек непосредственно катается на Швейбе. И меня очень поразил его ответ. Это, значит, 49 австралийских долларов стоит прокатиться, у меня где-то есть фотография, там, минута 14, да, то есть, три круга у меня заняло минуту 14. За минуту 14 я заплатил 49 австралийских долларов, из которых, ну, плюс 20 долларов я заплатил за то, чтобы мне записали на вот это вот GoPro видео и фотография, да, там тоже делается. Соответственно, примерно 60 долларов стоимость одной минуты. А сейчас, ребята, важный момент, услышьте, какая доходность этого маленького, непонятного, вовсе не транспортного, да, бизнеса. Значит, в течение часа примерно 60 человек ездят на этой штуке. То есть, посчитайте 60 на 60. Да. Понимаете? Это 3 600 долларов. 3 600 умножьте на 8 часов рабочего дня. Василий, давайте, я вас верю. Да, умножить на 8. Умножим, ну, давайте, кто, мне надо умножать или кто-нибудь сделает? 28 800. 28 800. Теперь 28 800 умножьте на 24 рабочих дня. 691 тысяча. А теперь 691 тысяча умножьте на 12 месяцев. 8 миллионов, почти 300 тысяч. 8 миллионов, швеб зарабатывает. Вы понимаете, какая капитализация у Skyway? Вот вам ответ. Идея. Понимаете? Ну, да, да, да. Когда мы просчитывали с Армандом проектов, там была идея, и сейчас эта идея никуда не делась. Более активно начнем развиваться. Унибайк запустить по Центропарку в Лондоне. Так вот, мы посчитали, ребят, там вообще-то, как это, интересно, очень интересная прибыль получается. Швеб этот отдыхает. Серьезно. Поэтому все эти проекты и радуют следующее, что осталось совсем чуть-чуть до сертификации Юнибайка, Юнибуса 14-местного, 28-местного. Совсем чуть-чуть. Это намного меньше времени, чем уже прошло. И мы сейчас предоставляем огромное количество адресных проектов. И один из новостей таких, вот, конечно, хотелось бы, чтобы Игорь Черный озвучил, но сегодня в Беларуси и в Минске открывается официальное представительство Белтранснет, официальное представительство Skyway Инвест Групп. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что сегодня огромное количество есть договоров о намерении, огромнейшее количество, ован-проектов огромное количество сделано по всему миру. Но одно радует, что в лице Игоря Черного компании Белтранснет подписан реальный договор на 2,5 километра, уже обсчитана его предварительная стоимость. Сегодня власть Могилева, начиная от мэра города, заканчивая многими там федерациями, предприниматель-производителей, эти видео вы видели. И я горжусь тем, что Игорь Черный сейчас продвигает этот проект, и в свое время, еще где-то год назад, когда он только начал, он говорит, я ему говорил, Игорь, ну, успокойся, ну, что там 2,5 километра или километра, ну, что за проект? Он говорит, нам нужно научиться на этом маленьком проекте, что вообще делать. И потом, когда полгода назад он показал мне, ну, полгода 80 назад, какие процедуры проходятся по адресному проекту, и вот мы все там, многие, кто давно с тобой работают, мы все там мечтаем, но кого-нибудь спросишь, я хочу продвигать адресный проект у себя в регионе. Вы знаете, когда я посмотрел процедуры инстанции, сколько нужно пройти, я сказал, да нафиг мне это надо. Да, есть люди, которые любят этим заниматься, ходить там по инстанциям, подписывать документы, лоббировать эти вопросы, да, есть такие люди. Но, дорогие друзья, после этого я понял, мне гораздо легче ездить по всем городам, по странам, встречаться с инвесторами разного калибра, то ли это простые пенсионеры и студенты, простые люди, то ли это простые инвесторы. Друзья, ну, видите, наверное, энергия зашкаливает, у меня я выбиваю Андрея Федоровича, и он постоянно вылетает. Хорошо, давайте еще один момент, который хочу с вами, ну, еще один, скажем так, такой важный момент, который я хочу поделиться с вами. Значит, на сегодняшний день большинство сетевых лидеров, притом я говорю о сетевиках с миллионами, полмиллионной структурой, да, это те люди, которые сделали в каких-то там крипто, крипто компаниях, да, в свое время, то есть они сделали эти, скажем так, Давно меня не слышно. Людей. Давно меня не слышно. Андрей, тебя вообще не слышно было, тебя выглядело? С самого начала. Ну, начали, ты пропал, когда ты начал говорить о Игоре Черном, и о том, да ну нафиг это надо, вот, да ну нафиг это надо, то есть выбор. Вольно, вольно. Вот, хорошо, я потом, два слова. Хорошо. Так вот, дорогие друзья, инстанций, которые нужно пройти по адресным проектам, огромное количество, и только такие люди, вот, ну, как Игорь Черный, люди, которые работают в менеджменте, имеют определенный опыт, либо хотят научиться у нас, мы это тоже обучаем, кстати, вот не только Игорь Черный этим занимается, и Мила Сердюкова, она и строит многоуровневые краудинговые сети, и она встречается со многими людьми, и уже подписаны договора о намерении тоже, вот, очень интересные. Так вот, почему я это все подвожу, дорогие друзья? Потому что, ну, чтобы вы понимали, мы не только занимаемся там делом по внедрению SkyWay, но я осознал одну важную вещь, хотя мне говорили, Андрей, ты часто это говорил, наверное, только не слышал, что ты говорил. И в Милане мы встречались с одним из представителей, он либо заместитель председателя, либо входит в совет торгово-промышленной палаты Милана, он сказал такую вещь, что, говорит, да, у нас деньги не проблема, 200 миллионов долларов там найти на тот проект, который надо, не проблема. Я спросил, где вы можете взять деньги? Он говорит, в банке реконструкции и развития. А я ему взял вопрос, а под что вы возьмете, он говорит, ну, активы города заложим и возьмем, ну, это нормальная практика, да, с банком реконструкции и развития. И я ему говорю, вы знаете, деньги-то найти можно, но опять заработает кто-то. Почему мы хотим, чтобы 15-25% населения участвовало в каждом адресном проекте, в каждом, а то и больше, может быть, 50% населения. Я ему сказал такую вещь, вот послушайте сейчас очень-очень внимательно, очень, что я хочу донести, что сейчас идет система автоматизации и роботизации повсеместно. Вот если еще в России, в Казахстане, в Киргизии там летишь, приведу простой пример, в аэропорту заходишь, у нас тебя, когда, скажем, зарегистрироваться, идешь дальше, и тебя человек проверяет и ставит печать. Потом проверяют там еще двое человек, которые заходишь там на досмотр. А потом, когда к самолету еще два человека или три работают. То вот в Европе уже один человек только работает. Когда ты проходишь, ты зарегистрировался, проходишь, у тебя билет так коснулся, да, и прошел. Там посадка идет опять, коснулся и прошел. На самолет один человек тебя открывает дверки, он даже билетов не сможет, ты сам накладываешь на вот этот пик и прошел. То есть, грубо говоря, там, где у нас работает 5-6 человек, у них уже работает один. О чем это говорит? Идет полнейшая автоматизация и роботизация. Если, давайте предположим, что примерно лет через 30 полностью произойдет автоматизация и роботизация, а сейчас делают и робота уже в ресторанах, в отелях, вы видели, да, то огромное количество людей останется без работы, просто без работы. Это называется социальный кризис в любой стране, в любом государстве. Это хаос, это могут быть войны, это похлеще будет Третья мировая ядерная война. Так вот, мы, дорогие друзья, решаем проблему социальной нагрузки на любое государство. Представьте, если 25, а то и 50% населения станут соинвесторами технологии сейчас, а сейчас технологиями все не успеют стать, но потом станут в адресных проектах, в нескольких адресных проектах. Эти люди будут получать дивиденды, вот, услышите меня, да, если у вас есть, предположим, сегодня тысячу долей компании, то есть вы обладатель тысячи акций компании Skyway, то когда мы построим 50 миллионов километров дорог, стоимость акций будет стоить минимум от полторы до двух тысяч долларов. Но минимум давайте мне тысячу. Это один миллион долларов, вы обладатель одного миллиона долларов. И дивиденды примерно будут от 50 до 150 долларов на одну акцию. Значит, это примерно 150, вернее, тысяча на 50-50 тире 150 тысяч долларов. Я задаю вопрос этому человеку с торгово-промышленной палаты. Сегодня 50 тысяч долларов, это примерно 45 тысяч евро. Много зарабатывают люди в Милане? Они говорят, ну, не очень много. То есть средняя зарплата – это 2,5-3,5 тысячи евро в месяц. Я говорю, понимаете, как мы можем решить вообще нагрузку, социальную нагрузку на любое государство. И не надо думать о том, что будет работать человек или не будет, дать ему рабочее место, он получает дивиденды, он платит налоги, отчисления, он занимается любимым делом. Он меня похлопал по плечу и сказал, блин, Андрей, это вообще супер, мы вообще даже об этом не задумывались, вы правы, нам очень нравится много уровней права. Поэтому, дорогие друзья, к чему я это все подвожу. Первая наша тема, которую я должен был затронуть, это когда мы выйдем на IPO. Вы знаете, вот я приведу простой пример, чтобы вы понимали. Если мы после первого примера в сентябре месяце мы выйдем на IPO, многим хочется выйти на IPO. Вы знаете, что выходя на IPO, компании, которые будут делать листинг, они не будут брать в учет интеллектуальную собственность Юницкого. То есть 400 миллиардов долларов они не будут брать в учет. Они возьмут в учет только основные средства компании, то бишь активы по рыночной цене. И активы по рыночной цене на тот момент могут оцениваться этой компанией, которая производит листинг, ну максимум, ну максимум, чтобы вы понимали, это может быть от 10 до 20 миллиардов. Ну максимум. Что это означает? Это означает, что акция при выходе на IPO может стоить всего лишь 3 цента. А так как крупные игроки, крупные акулы, они захотят сбить цены, то при выходе на IPO, предположим, осенью, предположим, повторю слово, предположим, осенью мы выходим на IPO, акции компании будут стоить реально 3 цента, а не 1 доллар. И они собьют цену еще меньше, и получится, что многие захотят продать. Я первый захочу купить, когда многие захотят продать, скажу вам честно, потому что рынок будет сбитый, и вы будете продавать, многие захотят продавать, хотя бы хоть что-то возвращать, да, хотя бы там 50% вернуть отложенных средств, потому что он купил 3 года назад. И мы с удовольствием будем покупать, лично я буду с удовольствием покупать. Сегодня я подготавливаю команду наших профессиональных инвесторов, наших лидеров, которые тоже нацелены покупать у вас. Почему? Я объясню. Потеряют те, кто начнет сейчас захочет продать. Так вот, дорогие друзья, продавать акции и выходить на IPO нужно только тогда, когда у компании будет построено хотя бы 100 тысяч километров дорог. Хотя бы 100 тысяч километров. Тогда стоимость акции может быть, валили вас, от 5 до 15 долларов за акцию. И плюс, вот кто будет в Минске, мы будем обучаться, я расскажу. Некоторые секреты, как при выходе на IPO мы сможем вместе с вами погнать цену вверх. Это такие маленькие действия делаются примерно 10 миллионами человек. Почему я всегда говорю, нам нужно 10 миллионов, 50 миллионов человек, наших людей, которые нас поддерживают. Потому что мы с 10, с 50 миллионами человек сможем на рынке сделать такие сумасшедшие вещи, что никому в жизни еще не удавалось в мире таких вещей сделать, которые мы сможем сделать вместе с вами. Но при условии правильного инвестиционного мышления, что люди будут разбираться, что такое инвестирование, и каким образом мы сможем все вместе, 50 миллионов человек, повлиять на рынок. Это секретные вещи, которые знает только лишь небольшая группа профессиональных инвесторов, которые и разводят все страны мира и людей, во всех странах мира. А здесь вот эту возможность сможете получить вы, потому что 3-4 июня мы и об этом тоже с вами, июля вернее, на мастер-классе для консультантов мы об этом тоже поговорим. Потому что есть, знаете, вот Дэвид Рокфеллер, он писал в свое время книгу, мемуары Рокфеллера я читал, и это его фраза. Первое правило банкира – защищай свои инвестиции. Не разбазаривай их, не продавай по дешевке, а защищай свои инвестиции, особенно те инвестиции, которые предполагают роста к тысяче, к полторы и две тысячи долларов за акцию. Понимаете? А то и больше она может стоить. Поэтому, когда мы выйдем на IPO, я не знаю точно, и ответа вам никто не скажет, даже сам Анатолий Дарвич Юницкий, потому что есть процедура листинга, и когда сегодня говорят и заявляют, может быть, вы где-то слышите, что сейчас идет процедура уже подготовки к выходу на IPO. Ну, опять же, я вам приведу пример. Я обучался в одной из профильских компаний, чтобы работать вот в этом направлении, по листингу и выводить компанию на IPO. И когда мы общались, нам говорили, вот знаете, есть компании, которые подготовили документы для выхода на IPO, но на IPO не выходят. Мы задаем вопрос, а почему? Они говорят, разные причины. Первая причина – проверить свою компанию и активы компании, сколько они реально стоят. Хотя процедура листинга не дешевая, но тем не менее, это раз. Второй момент процедуры листинга может быть в следующем. Они сейчас сделали процедуру вывода на IPO. Например, говорят нам, о, вы там еще на IPO не вышли, вы на бирже еще не вышли. А мы, например, говорим, а мы, вы знаете, уже всю процедуру IPO вышли, мы подготовили, но мы сейчас думаем, когда нам выйти. Я задаю вопрос тогда тому человеку, который нас обучал, я говорю, а почему эти компании так делают? Он сказал, что компания предполагает рост, они сделали шум, это пиар серьезный, да? Они создают возле себя такую шумику, и никто не может купить акции. И получается, те акционеры, которые внутри акционеры, они таким образом могут самостоятельно влиять на рост цены на акции. И сразу задаю вам вопрос, дорогие друзья. Вы хотите, чтобы рынок влиял на рост на акции, или чтобы мы все вместе с вами могли иметь возможность влиять на рост на акции? Какой вариант? Первый или второй? Мы. Так вот, если мы, тогда забудьте о таком слове, а когда я уже могу продать? Я купил 2 миллиона акций, 1 миллион я хочу продать, когда закроется Экотехнопарк, вход в Экотехнопарк, вернее, в корневую компанию. А миллион я куплю себе машину, квартиру, дом и начну жить, а миллион буду ждать, когда будет кап-активитет. Это же классно. Дорогие друзья, давайте я вам сейчас покажу, какая прибыль может быть недополучена. Миллион акций умножьте на миллион акций, на полторы тысячи, ну пускай на тысячу долларов минимум за акцию, это 1 миллиард долларов, которые готовы распрощаться, чтобы продать по одному доллару, или по 50 центов, или по 30 центов. Дети и внуки ваши не поймут в будущем. А если человек хочет сегодня уже купить автомобиль, или сегодня уже, скажем, жить жизнью своей мечты, так посмотрите, пожалуйста, мое видео на канале YouTube Андрей Хавратов, прогрессивный человек, там есть видео 15-минутное, я говорю о том, как жить жизнью своей мечты через 1, максимум 3 месяца. И вы можете жить жизнью своей мечты. Если вы вдруг по философии не поймете это, тогда я предлагаю посмотреть следующее видео подборку, которое называется «Главные секреты богатства и прогресса». Я говорю о прогрессивной личности, и кто такая прогрессивная личность, и почему всегда нужно прогрессировать. И третий момент, самый важный, это 8 правил частного инвестора. Это основа, при которой дает вам очень большие возможности. Поэтому 8 правил частного инвестора я буду проверять у всех консультантов, которые сегодня приедут на мастер-класска для консультантов 3-го, 4-го. И те, кто приедут, ваши, скажем так, партнеры, которых вы сегодня возьмете с собой, я их тоже буду проверять. Знают ли они 8 правил частного инвестора, знают ли они 8 основных принципов успеха. Потому что бесполезно иметь деньги, капиталы, если человек не понимает, как они могут расти, как эти капиталы могут преувеличиваться многократно. И если переходить, это по первому вопросу, когда мы выйдем на IPO, это по первому вопросу. Я думаю, что я ответил, хорошо, да? Ну и второй момент, при разговоре с Атолио Шеминистским примерно, наверное, где-то 9-10 месяцев назад, может быть, даже год назад. Да, это был год назад, когда мы были на технопарке, потом были яхарты. В конце мая мы были с группой именно инвесторов, с КВМ из групп, у нас было где-то около 200-250 человек. Я тогда, в Куларах мы тогда в ресторане сидели, задал вопрос, говорю, «Антолий, когда примерно хотя бы планируется выход на IPO?» И я задал вопрос, чтобы понять именно его намерение. Говорю, это время должно быть, ну, к примеру, через год построили экотехнопарк, или это количество построенных километров дорог должно повлиять на то, чтобы мы вышли на IPO? Он сказал, что, конечно же, через количество построенных километров дорог. Потому что если мы сейчас построим экотехнопарк и выходить на IPO, ну, это убийство своего собственного бизнеса. А когда пройдет определенное время, когда мы построим определенное количество километров дорог, вот лично я, лично я намерен продавать хотя бы чуть-чуть акции только тогда, когда будет построен 1 миллион километров. Вот тогда стоимость доли, стоимость акций, я ездил, показывал вот эти таблицы, как растут акции-ривиденты, за счет чего они могут расти, я вам показывал, когда 1 миллион километров дороги будут построены, стоимость акций будет как минимум от 100 долларов до 500 долларов. Вот тогда, ну пожалуйста, продай там себе 10 тысяч акций и наслаждайся, не знаю для чего продать. Я бы продал лишь только акции с той целью, чтобы вложить какие-то адресные проекты, где мы на 100% как компания можем участвовать, чтобы не было никаких других инвесторов. Вот именно с этой целью. Вот давайте посмотрим на примере опять же компании Alibaba, известной компании Alibaba, которая вышла в 2015 году на IPO. Она вышла через 18 лет, в 2014 году на IPO. Она вышла через 18 лет после того, как она организовалась. Но это не означает, что акции Alibaba не могли купить. Один из крупнейших инвесторов России, он купил акции Alibaba, если не ошибаюсь, то ли по полтора доллара, то есть от полтора до пяти долларов, там сумма была, не помню, пятерка, вот точно была, полтора или пять долларов, что такое сумма. На 100 миллионов долларов еще в 2004 году. Об этом писали, трубили все газеты России. Что такое, как бы, крупный инвестор купил компанию Alibaba на 100 миллионов долларов. Ну, там не количество акций, а на 100 миллионов долларов он купил. И он видит, почему, и для всех было удивление, тогда компания Alibaba только, как бы, ну, ее даже многие не слышали тогда, в 2004 год, а он уже купил акции. Так вот, Alibaba вышла на IPO только в 2014 году, то есть он купил за 10 лет акции до выхода на IPO. Понимаете? Поэтому нужно мыслить категориями богатства и профессионализма в инвестировании, а не категориями бедности. Взял, что я хочу сказать. Ну, что только бедный человек, именно мышление бедного человека, человек, который находится в финансовом потоке, бедного человека, может продать квартиру для того, чтобы купить акции, и ждать, когда же акция, компания выйдет на IPO и продать часть акций. Такого делать нельзя. Кто меня слышал, я всегда говорил и говорю и повторюсь, чтобы вы еще вас услышали. Проект Skyway по сегодняшний момент является в категории венчурного проекта. Венчурный проект подразумевает проект рисковый, то есть даже не просто рисковый, а высокорисковый. А высокорисковость подразумевает потерю всего капитала. Поэтому вы имеете право инвестировать лишь только от 2 до 5% от своего инвестиционного отчисления. Предположим, вы зарабатываете 1000 долларов, вы можете откладывать каждый месяц 10%, то есть 100 долларов. Вот от 2 до 5 долларов в месяц вы имеете право инвестировать. От 2 до 5 долларов. Но не по 1000, не по 5000 долларов. Или не продавать там квартиры и машины, как сейчас некоторых нагоняют, особенно люди, которые приходят в систему многоуровневого бизнеса. Они любят нагонять вот эту порту, людей загонять в долги. Я запрещаю, дорогие друзья, вам этого делать. Поверьте мне, если вы хотите, вернее услышите меня, но если вы хотите увеличить ваш пакет акций, тогда начинайте с нами работать. Тогда ваша инвестиция в 1000 долларов или в 5000 долларов, это будет инвестиция в бизнес. И вы начинаете строить с нами многоуровневые сети в системе краудинвестинга. Обучаетесь этому, как правильно строить, как выстраивать такие сети, как привлекать людей, как с людьми разговаривать, как вести презентации, как вести рандеву, как дальше обучать людей. И тогда вы можете капитализировать свои вложения, я не скажу акции, а вложения, потому что это были ваши вложения в бизнес. И при этом в обучении, и при этом вы получили еще подарком бонус, это о доле высокотехнологической компании сегодня. И учиться этому бизнесу, вот тогда это инвестиции в бизнес. Но если вы не собираетесь заниматься с нами бизнесом, я запрещаю вам инвестировать больше, чем будет 5%. Да, конечно, вы можете инвестировать и больше, но тогда не задавайте нам глупые вопросы, а когда же будет IPO, когда я могу продать акции по одному доллару. Потому что проехал особенно по азиатским странам, вот сейчас Казахстан и Кыргызстан, особенно в Кыргызстане, в Кыргызии, мне задавали вопросы и говорили, что 20-го числа, вернее, уже с осени 20% акций можно будет продать по одному доллару. Ну я, честно говоря, для меня, я говорю, кто говорил, где говорил, покажите за видеозапись, покажите хотя бы аудиозапись. Но люди, пришедшие вот особенно из таких вот карамидарных структур, жулических структур, которые лишь бы человека склонить на большую покупку, а не думая головой, делают большие глупости. Поэтому огромная просьба, кто с нами активно работает, посещайте наши мероприятия, давайте наши видео, о которых мы говорим. Не надо обманывать людей, не надо вводить людей в заблуждение. У вас есть возможность уникальная от 2 до 5% от своих инверсий инвестировать, а хотите больше, тогда работайте с нами. У нас уникальные возможности, вы можете вообще без вложений уже сегодня зарабатывать деньги. И таким образом, приобретая на 50% заработанных денег, еще получая бонусы к долями компании, увеличивать свой пакет акций. Вот этому я вас призываю. Теперь второй вопрос, о котором бы хотелось поговорить, это, наверное, новость. Хотите новость? Скажите, кто бы хотел, чтобы по маркетинг-плану у нас остались бы еще 15% на некоторое время и остался промоушен. Есть такие люди, которые хотели бы этого? Мы здесь общались. Ну и перед тем, как сказать, когда мы перейдем на 10 этап, хотел бы рассказать эту новость. Потому что многие ждут, наверное, в туалет не идут услышать эту новость, а то вдруг пропустят. Дорогие друзья, мы пообщались с нашим департаментом и решили, так как огромное количество, особенно мне вчера Мила писала с Австралии, огромное количество людей хотят, чтобы и по маркетинг-плану получить чуть больше, и промоушен, который у нас есть, чтобы он тоже был продлен. И мы решили до первого числа, то есть до 30 июня, включительно, до 23.55 мы продлеваем и условия по первому уровню 15%, при этом глубину остается по новому маркетинг-плану, и промоушен тоже до 30 июня, до 23.55 по московскому времени. Андрей, сделайте вывод для физлиц хотя бы на 500 долларов. Без проблем, только налоги заплатите 60% хорошо, потому что если мы делаем вывод для физлиц хотя бы на 500 долларов, к примеру, чтобы вы понимали, может быть вопрос неправильно понял, то есть у нас нельзя выводить физлицам больше, чем 50 долларов, а 500 долларов, но если вы как индивидуальный предприниматель, мы можем хоть тысячу, хоть две тысячи, хоть две тысячи. 10 тысяч долларов выводите, вы только станете индивидуальным предпринимателем. Но если вы говорите о 500 долларов, то тогда уже, если мы вам заплатим к физическому лесу, мы за вас заплатим как налоговый агент 60 или 65% налогового. Это пенсионный, это соцстрах, еще плюс те платежи, которые с 500 долларов должны заплатить вы 13%. Вот там получается где-то 55-60%. Поэтому если вы готовы 60% оплатить налог, мы готовы ему тогда 500 долларов от 2-5 дел. Но, дорогие друзья, поймите, если вы хотите заниматься индивидуальной, ну вообще предпринимательской деятельностью, то делайте это так. Второй момент, если вы хотите обналичить свои деньги, то обратитесь к вашим партнерам, чтобы вам рассказали, как это возможно. Потому что некоторая часть своих бонусов я наличу через своих партнеров. Пускай они вам расскажут, как это возможно, как это делается в системном уровне краудинвестирования. И еще один момент. Когда же будет переход на 10 этап? Вы знаете, Арман поскромничал, и Арман, не знаю, мы можем эту новость сказать или нет. Если можно, скажи да, если нет, то, что 2 человека готовы проинвестировать какую-то сумму в компанию. Армада. Потому что я не могу без Армада сказать и без компании. Армада нету, да? Ну ладно, я тогда не буду говорить, но скажу одну важную вещь, что был сначала один человек, а сегодня 2 человека, которые готовы инвестировать очень большие деньги. Очень. И сегодня они ведутся переговоры с компанией, как принять сейчас эту большую сумму денег, потому что они готовы одной суммы положить. И тогда переход не просто на 9-й период, дорогие друзья, а вполне невероятно, что может быть, ну вообще не будет, скажем, входа в корневую компанию, в корневую технологию. Но в чем уникальность тех, кто сегодня делает рассрочки, покупает рассрочки, спецдисконт, рассрочки, это без разницы одно и то же понятие, разными словами называется рассрочка или спецдисконт, заключается в том, уникальность рассрочки, что вы сегодня, если ее сделали, то даже если завтра, к примеру, уже или там через месяц, или через 3 месяца вход в корневую технологию закрыт, потому что пришли входные инвесторы, то обязательства компании будут перед вами выплатить, сделать свои обязательства в течение 10 месяцев. Об этом я разговариваю с Бабуриным Виктором, вецпрезидентом компании Skyway по стратегическому развитию, который мне об этом докладывал, что я спрашивал еще осенью, вернее весной, когда тогда ожидалось, что не будут рассрочки в девятый период, он говорил, ну если даже не будут рассрочки, то по крайней мере обязательства мы будем, скажем, выполнять, но если будет вход закрыт в корневую компанию, уже все, мы свои обязательства выполним, если человек взял на 10 месяцев или на 5 месяцев рассрочки, то и обязательства компании будут выполнять. Поэтому, дорогие друзья, расскажите сегодня всем еще об этом уникальной возможности. И второй момент обязательства по выплате бонусами долями, когда человек заходит на 10 месяцев, и мы же получаем определенные долями бонусы, что даже если при переходе на 10 период бонусом не будет долями, то человек, который сейчас, скажем, привлек человека на 10 месяцев или на 5 месяцев или на 8 месяцев, то он будет получать долями. Это очень серьезный момент, дорогие друзья, поэтому до 1 числа осталось сегодня еще 6 дней. Еще 6 дней осталось. Мы рекомендуем всем поработать, как вы никогда не работали. То есть, включитесь по максимуму, дайте людям обалденные возможности, расскажите всем, потому что рассказывайте вот то, что я говорил в начале о торгово-промышленной палате, когда мы общались с торгово-промышленной палатой в Милане, что социальную нагрузку мы в будущем снимем. Это не просто люди, которые поддерживают проект, это не просто новая экономическая эволюция мира, это не просто инфраструктурные проекты по всему миру, строительство линейных городов, новую жизненную палату общества. Но это еще главная задача, о которой я говорил еще 3 года назад, в самом начале. Такой возможности никогда не было еще у человечества. Вообще в истории у человечества никогда не было. Появляется уникальная возможность благодаря Анатолию Борисовичу Минскому, где он создал уставной капитал, незаявленный и оплаченный уставной капитал с институтальной собственностью 400 миллиардов долларов, это 400 миллиардов акций. И сегодня, дорогие друзья, еще осталось там немного, может быть, 30, может быть, 40 миллиардов акций, которые, вот лично я бы хотел, чтобы это не один человек купил, и не два, чтобы это еще миллион или полтора миллиона человек купил, чтобы у людей возможность была быть соинвесторами этого проекта у миллиона или полтора миллиона человек. Дайте эту возможность людям. Не жадничайте, не будьте жадны. Потому что когда мы встречались в Чехии, там немного было людей, там около 100-120 человек где-то, да, я задал вопрос, сказал, не будьте жадны. Почему вы жадничаете? Они говорят, не, мы не жадничаем. Я говорю, если бы вы не жадничали, я сегодня полный зал. А так у нас треть зала только. А вы, значит, жадничаете, вы до конца не договариваете людям. Или второй момент, вы сконцентрировались на том, вот у этого человека есть деньги, дай-ка я ему расскажу. Да не надо фокусироваться. Расскажите всем и по нескольку раз расскажите. Один, два, три, четыре, покажите им новости. Потому что потом в будущем они вам скажут, а почему ты мне правильно не дорассказал? А почему ты вот так вот не сделал? Или, как знаете, мне сегодня говорят, Андрей, ты же в самом начале покупал там с большим дисконтом, ну продай мне в два раза большим дисконтом, чем ты покупал. Представляете, мне говорят, вот если вы понимали, тогда за полторы тысячи долларов, скажем, у меня получилось при пересчете, при конвертации потом, да, получилось, сейчас скажу сколько, 1,5 умножить на 3,1, да, это 4 миллиона 650 акций тогда за полторы тысячи долларов. Он мне говорит, ну давай я у тебя тогда куплю, типа, ну там, вот эти доли там за 3 тысячи долларов. Я говорю, да нет, иди на компанию, да, либо напрямую, либо через фонд, получишь еще образование через фонд, да, и заплати столько, сколько надо. Потому что через фонд сегодня, чтобы приобрести вот это вот количество долей за 3 тысячи, это будет всего лишь навсего, если не ошибаюсь, поломиллиона мы даже можем посмотреть сегодня, то есть это то, что мне предлагает там человек за 3 тысячи долларов, да, вот тут количество. Вот, так это всего лишь 178 тысяч 500. Нет, сейчас, сейчас, где у нас дисконт, бонус, да, это всего лишь 375 тысяч акций. И он мне говорит, давай за 3 тысячи у тебя тут пакет, да нет, спасибо, иди, покупайте напрямую в компанию. Понимаете, какие были выгоды тогда? Так вот, может наступить такой момент, когда ваши знакомые через год скажут, а почему ты мне не достучался, а почему ты мне правильно не рассказал, почему я не понял все это. Поэтому, дорогие друзья, когда же может быть переход на 10-й период, ну, вот лично мое мнение, вот я сейчас хочу повторить, лично мое мнение, запишите, субъективное мнение, не объективное, мне не говорила ни компания об этом, ни Папула. Я думаю, что после Экофеста, ну, наверное, максимум в течение недели мы перейдем на 10-й. Ну, вот я так предполагаю. Почему? Потому что сейчас огромное количество приходит средств в компанию, огромнейшее вы себе даже не представляете какое, и напрямую в компанию, и через фонды, которые работают. И до конца, скажем, месяца пока ничего не будет до Экофеста, но после Экофеста, там, привет, много новичков, Анатолий Дальчунецкий еще даст возможность, но не на много, ну, может быть, на 2-й, может. Поэтому у нас с вами общие сложности есть, знаете, так можно так сказать, от 10 до 20 дней. И если я ошибаюсь, дай бог, чтобы я ошибался, тогда это будет хорошо. Но при переходе, опять же, вы можете посмотреть новости, и где посмотреть именно переходы, это компания Skyway, заходите там, чуть-чуть ниже прокручиваете, есть 100 вопросов, 100 ответов, и ознакомьтесь с 15 этапами. Вот если мы переходим на 10 этап, он на странице, можете сами открыть. А что означает переход на 10-й период? Это не только деньги, но вот в 9-й период, почитайте, да, что должно быть сделано. Городской комплекс Skyway будет создан по принципу 7 в 1. Перевозка пассажиров по принципу микроавтобус и солнечный трамвай. Перевозка штучных грузов по принципу контейнер. Линейное обслуживание комплекса по принципу спецтранспорт. Транспортировка жидких грузов по принципу цистерна. Транспортировка жидких грузов по принципу продукта про повод. Передача электрической энергии по линиям электропередач зашитым в путевую структуру. Передача информации по линиям связи, зашитым в путевую структуру. А, дорогие друзья, из того, что я прочитал, практически готово из 7 пунктов 4. Это то, что я слышал еще примерно 2 недели назад. Вполне вероятно, что неделя или две после протеста будет сделано все это. И тогда переходим на 10-й период. И в 10-й период вы можете посмотреть, кстати, вот расширение заостроенной технологии до 200 конструкторов. А я знаю, что уже 250 конструкторов работают. То есть мы перешли. И затрат на 9-й этап 25 миллионов долларов. Но я знаю, что, скорее всего, там сумма будет больше. Так вот, на 10-й период у нас максимальные дисконты будут от 1 к 175. При условии, что человек покупает на 100 тысяч долларов. Вот те дисконты, которые есть сегодня, они уменьшатся примерно в раза 2. Вот если по минимуму взять сегодня, мы можем посмотреть, к примеру, на 5 юнитов, да, это всего лишь 35 долей, то, скорее всего, будет уже не 35, а максимум, наверное, 20. А на 10-ть это 100, то будет, наверное, максимум 50. То есть в два раза на мелких. Поэтому, дорогие друзья, если вы работаете с людьми, когда вы работаете с людьми, объясните, что это не из-за грани. Сейчас осталось от 10 до 20 дней до перехода к 10-му периоду. И, опять же, повторюсь, это мое субъективное мнение. И дай бог, чтобы я ошибался. Дай бог, чтобы я ошибался. Но если сейчас решат те вопросы, которые Арманд сегодня очень активно поработал в азиатских странах, не в азиатских, а восточных странах. Он был в Новой Зеландии, он был в Филиппинах вместе с нашими сотрудниками. И решили очень серьезные задачи. Там есть люди, у которых есть огромные большие деньги. И они подтвердили банковские, скажем, справками, что у них эти деньги есть в наличии. То, дорогие друзья, вполне вероятно, что может быть не просто там на 10-е, а может быть вообще и на 15-е, а может быть на 14-е или 12-е периодных решений. Если вы посмотрите, опять же, 10-е, 12-е, к примеру, если это будет 12-е период, то тоже максимальный дисконт 1 к 80-е, при условии, что человек покупает на 100 тысяч долларов. Поэтому, дорогие друзья, будьте бдительными и не теряйтесь из виду и рассказывайте людям об этих инфляциях. Ну, теперь давайте подойдем к теме, как быть 1 июля. Говорят, что да, билеты все проданы, для меня это тоже был шок. Я не успел купить из-за вот этих всех вещей. Позвонил, мне написал Виктор Бабурин, говорю, Виктор, а меня хоть пропустят, но я билет себе не купил. Он мне говорит, ну, тебя-то пропустят 100%. Говорят, ну, со мной еще 10 человек я везу. Вот, кстати, кто сколько везет лично людей? Вот лично я везу уже, я посчитал, 10 человек всего лишь. Кто-то 4, кто-то 2. Ну, смотрите, ребят, я руководитель компании, езжу по всему миру сейчас, провожу тренинги. Еще мне приходится участвовать в менеджменте компании, разбираться по некоторым вопросам. И у меня лично, лично 10 человек идет. Что мешает вам сделать ту же работу? Почему у вас 2, 3, 5 человек лично? У вас еще есть время. А по поводу билетов Виктор Бабурин сказал, что на месте смогут люди привезти. Поэтому, особенно вот с Витебска, да вы должны 50 были привезти с Витебска. Кто-то с Белоруссии, ребят, я вообще не понимаю. Вы находитесь в Белоруссии, там шуметь вся Белоруссия должна быть. Там уже 50% белорусов, людей, которые живут в Белоруссии, они должны знать об этом. Там только с Белоруссии, наверное, 70% вы должны были бы привезти в Индии. А вы везете 3-5. Ну, здорово, но дайте больше возможностей. И вот с Астаны Гарифула 30 человек везет. С Индии, а там с Индии миллиард 300, ну да, в Индии миллиард 300, мы знаем, что там миллиард 300. Но вопрос, сколько приедет в Индии сейчас человек, и кто привезет этих людей. Поэтому, дорогие друзья, есть еще у нас 26-е. Кстати, я скажу, у кого есть в Крыму родственники, знакомые, у нас есть новости. В Севастополе завтра с 12 до 16 будет большая крымская конференция. Будет проводить я, Андрей Хавратов, входит из фонда СВИК, Максим Гафияк. Это департамент, юридический департамент и международных, скажем так, отношений к юриспределированию. И я бы очень хотел, чтобы Игорь Черный поделился именно по адресным проектам, потому что он пока пионер реального адресного проекта на 2,5 километра. Хотел бы, чтобы он тоже выступил в онлайне, правда. Может быть, Арман, до тебя попрошу еще выступить, рассказать о поездках. Где-то было в Австралии, в Новой Зеландии, в Новой Зеландии, в Зеландии, иногда и где-то пустые отделы. Поэтому, дорогие друзья, у кого есть в Крыму родственники, знакомые, обязательно им сообщите, обязательно в группе контактов, Facebook, Одноклассников, прогулите, гуглите, репостите, что будут мероприятия, чтобы люди, которые находятся в Севастополе и в Крыму, кто захочет, пускай приезжают на конференцию. У нас еще есть там 50 или 55 мест, поэтому можете своих знакомых привезти туда, и у вас пойдет очень хороший бизнес после этого. Потому что после приезда в Чемкент, там сейчас идет очень серьезный бизнес, после поездки в Бишкек, там идет сейчас очень серьезный бизнес, после того, как мы приехали в Милан и в Прагу, сейчас очень серьезное движение идет. Поэтому, дорогие друзья, приглашайте своих людей. И в заключение, дорогие друзья, вы знаете, вчера рассылка была, я посмотрел, а у нас сегодня рассылка будет по СКВМ из группы, по Академии у меня была рассылка, время первых. Я сейчас думал, блин, опять про космос, вот эти американские фильмы за долгой. Когда смотрю, а там наши актеры, Миронов Евгений, Хабенский играет, и я посмотрел вчера фильм, вы знаете, он меня впечатлил до слез, я бы скажу. Ну, не то, что до слез, но внутри, знаете, душа плакала. За гордость нашу советскую, когда наши советские космонавты сделали то, что никто не делал. И почему там еще фильмы, почему время первых, Леонид Ильич Брежнев, Королев говорит, ты знаешь, сейчас время первых, и мы не имеем права отставать. И вот вы знаете, что я хочу сказать. Сегодня, посмотрите, Илон Маск хочет сделать скоростную систему. Сегодня японцы, китайцы над скоростной системой работают. Они хотят запустить скоростную систему везде транспорта. Но они все хотят, вот чтобы вы поняли, да, вот слушайте сейчас очень внимательно. Это все равно, что вот когда был бужевой транспорт, помните, тогда поставили на лошадей, лошадьми ездили трамвай. Помните, вот даже фотографии есть, рисунки есть. Когда на лошадях вот ставили рельсы, ставили трамвай, и он ездил по городу на лошадях. Вот тогда родилась идея железнодорожного транспорта, но его захотели использовать бужевым транспортом, что было очень-очень смешно. Смотрелось, да, вот кто помнит эти фильмы, или кто видел фотографии или рисунки, картины, да, вот это было смешно на лошадях и трамваях. Так вот сегодня, когда вот эти корпорации железнодорожные хотят ввести скоростную систему транспорта, но основанную на старых технологиях, то есть вот это, как это называют, рельса, такая вот тяжелая, монолитная, с чугуна там сделанная, да, но не чугуна, а там какой-то металл прочный, да. Дальше шпалы были деревянные 200 лет назад, сегодня они бетонными стали, да. Ага, чтобы ровный путь был, чтобы скоростной был, ага, значит, нужно ровную эстакаду построить. Значит, чтобы была ровная эстакада, надо вынести над землей. И там метров 10-15 кучу бетона заливают, кучу территории портят. Вот мне это напоминает, как вот тогда появился железнодорожный транспорт, и его на грузовом транспорте хотели эксплуатировать, ну, то есть возить, да, людей. Вот то же самое сегодня многие корпорации железнодорожные, они смотрят не в ту сторону, вообще принципиально не в ту сторону смотрят. Даже тот же Илон Маск, он хочет в вакуумной трубе засунуть пояс на магнитном подвесе. Ну, где тут инновация, дорогие друзья? Ну, никакой нахер инновации, грубо говоря, но это так. И мы сегодня, вдумайтесь, мы первые и единственные в мире, благодаря Анатолию Дальше Юницкому, которым мы можем предоставить абсолютно новую категорию инновационных технологий транспорта. Ее нету нигде. И то, что предлагает иногда еще низкий, думайтесь тоже, это не просто создать какой-то юнибус или эстакаду. Это система, инфраструктурная система, которая в себя вбирает транспортную систему, система станций, система автоматического управления, система абсолютно новых подвижных составов, как они будут работать, как они будут двигаться, как они будут пересекаться, как будет логистика выстроена. Абсолютное новое. Вот что вы должны понимать. И мы с вами первые. Так вот, как вчера в фильме, я услышал фразу Енида Ильича Брежнева, «Сейчас время первых, и мы должны идти впереди планеты всей». Вот точно так у нас с вами открывается уникальный шанс. Мы сейчас первые. Но только там были два космонавта первых. Самые лучшие там космонавты, отобранные, отправленные на орбиту Земли, и они вышли в космос открытый. Ну, один из них вышел, да, Альди Ивонов. И сегодня огромное количество людей, мы можем быть первыми. И вот сейчас наступило время первых, те, которые сегодня увидят глубину и фокус, и видение этого бизнеса, этого направления, это инфраструктурных вот этих проектов, это социальная защищенность, о которой я уже говорил, население. И мы сейчас с вами первые. Еще три года назад, мало кто это видел, уже сегодня очень больше. Когда мы даже построим, в Могилеве построим, одна из наших целей в Могилеве, хотя там до 2020 года, но я черному Игорю говорю, Игорь, раз ты такой настыр, мы даваем, чтобы мы в следующем году запустили уже до лета этот транспорт. Все сделаем для того, чтобы поставим цель и до лета запустим, да. И цель моя, вот скажу, какую цель мы ставим перед собой, скажем, в Могилеве. Помочь компании за 10 лет строить больше 10 миллионов рублей. Вот наша основная цель. Именно поэтому мы хотим подготавливать суперпрофессионалов, не только в многоуровневом краудинвестинге, но еще суперпрофессионалов в лоббировании вопросов по инициации адресных проектов. Как сделать то, что Игорь Черный сделал за полгода, чтобы это сделать всего лишь за 28 дней, может быть, или за 10 дней, или за 2 недели. То есть вот какие мы еще хотим, ставим перед собой задачи, чтобы быстро мы могли получать полученные результаты и быстренько привлекать на свою сторону чиновников, всех этих предпринимателей в городе, которые задействованы в этом, да, все сферы, которые задействованы в этом направлении. Вот одна из наших главных целей. Поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать. Да, многие, по сегодняшний день, мне говорят Андрей, образование это не главное. Главное это то, что мы стали дольщиками компании, теперь мы будем жить счастливо, богато и так далее. Но поймите одну важную вещь, дорогие друзья. Мы уже прошли эту эру, и Соединенные Штаты Америки, они были выбраны на планете в свое время, как эталонная нация, которая далась очень много богатств мировых, но они не смогли их удержать. Сегодня они испортили репутацию в своей стране, как самой великой державе, где реализуются все мечты, и как страна, где любой может приехать и реализовать свою мечту, там, в очень короткое время. Они дискредитировали себя. В свое время, когда развалился Советский Союз, у нас появилось огромное количество новых миллионеров, сначала советских миллионеров, Рублевых, потом новых русских, новых украинцев, новых Молдаван, новых белорусов, новых казахов, новых киргизов, новых каджиков, ну и так далее. Это были дурные деньги, которые на голову людям падали. И люди не смогли удержать эти деньги, и я знаю многих людей, тех вот новых русских, новых хохлов, которые сегодня в проголодь живут, и сегодня очень плохо себя чувствуют, потому что тогда им на голову упали эти большие деньги и не смели их удержать. Поэтому в какой момент, почему я говорю, да, мы получаем сейчас все люди на планете Земля, не только там русские, украинцы, казахи, все люди, итальянцы, американцы, чехи, киргизы, китайцы, австралийцы, новозеландцы, филиппинцы, все люди на планете, канадцы, бразильцы, аргентинцы, без разницы, какое вероисповедание, без разницы, скажем, кто он, какого цвета кожи. Сегодня мы все получаем уникальнейший шанс в жизни. Вот у меня к вам большая просьба не прокакайте этот шанс. Получив этот шанс, это не означает, что можно его удержать. А удержать его можно только благодаря высокому интеллектуальному развитию личности. Я призываю всех развиваться интеллектуально и развиваться прогрессивно. Вот мое предложение к вам. Потому что богатство это не просто наличие каких-то связей или каких-то ценностей. Богатство это в первую очередь способ мышления богатства, богатого человека, от слова, коренного слова Бог. Потому что Бог, он всемогущий, он может все, он обладает всем, и человек, созданный по подобию Всевышнего, обладает теми же ценными моментами. Так вот, когда деньги, к сожалению, падают на голову человеку, а его сознание не готово к этим деньгам, наступает вот тогда коллапс, так называемый, тормоз, стагнация, и идет не прогрессивность, а деструктивность. Поэтому я призываю к тому, чтобы вы были прогрессивной личностью, развивались интеллектуально и личностно, для того, чтобы мы с вами не просто строили Skyway и спасали планету, а чтобы мы нашу планету и людей на нашей планете абсолютно новый уровень сознания возможностей как финансовых, так и возможностей личностных, перспективных, которые они могут дать не только себе, но и в будущем своем поколении. Вот на этой ноте я хотел, дорогие друзья, с вами проститься. Сейчас я отвечу на несколько вопросов, буквально несколько вопросов, и мы сегодня с вами заканчиваем. Давайте вопросы теперь. Андрей, не получится так, что со временем сменится руководство, мы не вечны, и наши дети, внуки будут иметь один цент за акцию, а потом и совсем закроют. Анатолий задает такой вопрос, да, вот Анатолий, если вы обладаете знаниями, то естественно так не будет, руководство не сменится. Анатолий Дороженецкий уже давным-давно получил опыт, примерно 6 лет назад, когда его уволили из его же компании, поэтому сегодня он обладатель более чем 60%, уже наверное 70%, более 70% долей компании. И выход на IPO почему планируется, я думаю, это резонно и для него. Вы же знаете, его цель главная еще, и одно из, на всех влияет, это вывести его цель, которая стала нашей целью многих инвесторов, вывести вредное производство за орбиту Земли. Для этого минимально нужно денег, чтобы вы понимали, от 2-4 триллионов долларов. Так вот, давайте теперь посчитаем, когда будут акции стоить, предположим, 1000 долларов, когда будет построено 50 миллионов километров дорог, и минимум будет цена 1000 долларов, то тогда Андрюк Дарычу достаточно продать будет всего лишь навсего там, ну, может быть, 10% своих акций, да, у него не будет, может быть, 55% в этот момент, уже долей, но достаточно продать 10% своих акций для того, чтобы, или 20, чтобы начать заниматься планетарным, масштабным проектом. Это вот как пример про Алибабу, я вам скажу, когда она вышла на IPO, для чего вышла на IPO? Для того, чтобы получить деньги и еще больше захватить рынок. Точно так, одна из главных целей Антона Дарыча Минского капитализировать очень высокую капитализацию, показать компании и потом продать часть долей компании, которая начнет делать вот этот планетарный проект по выводу земной индустрии, земной индустрии в космосе. Вот одна из главных задач. Поэтому руководство, чтобы сменилось, необходимо следующее, чтобы был совет директоров, а совет директоров, вы знаете, существует только в одном лице. Не, он существует, совет директоров, но это директора, которые не имеют влияния на то, чтобы уволить кого-то. И поэтому единственный директор, и когда одной из знакомств было, первой знакомств с Анатолием Дарчевиминским, я задал вопрос, сколько у вас совет директоров, директоров? И он мне сказал, один. Я, говорит, у меня уже было три директора, которые два меня убивают. Я к себе галочку поставил, это хорошо. Почему? Потому что я до этого уже знал, как по западному праву, скажем так, у человека может быть 95% акций компаний, как это было с Анатолием Дарчевиминским, в Австралии, а у двух директоров 5%, они взяли его, уволили. Ну, это по праву у них так положено. Это такой же пример, как, вы помните, была с Стив Джобсом, когда его уволили из его жены. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, по одному центру, если вы будете посещать наши вебинары, наше обучение, то не забудьте о цене в один цент. Мы сможем с вами вместе повлиять на рынок очень сильно. Но об этом я поговорю уже 3-4 июня в июле, вернее, на обучение. Так, дальше планируется ли Игорь Федорович, планируется открыть офис в Донецке? Екатерина. Да, Екатерина, я уже об этом думал и давненько думал. Если есть там активисты, то мы с радостью вам поможем открыть представительство в Донецке и спланируем, как нам финансовые потоки выстроить. но выйдите мне лично на связь, если опять же вы активист или если у вас есть люди, которые сейчас активисты, мы выясним, после Экофеста наверняка там с Донецка приедут ребята и у нас есть ребята, которые в Донецке живут. Поэтому мы будем планировать открытие офиса именно с ВИК в Донецке, не Скайвей, а именно с ВИК в Донецке. И Донецкому руководству и Луганскому мы тоже предложим очень интересную схему выхода из Криз на ситуацию именно с помощью технологии Скайвей. Да, естественно, это сегодня непринятая территория и так далее, и так далее. Все это чепуха, примите. Для нас, для простых людей, я общаюсь со многими людьми, сейчас были, с американцами общаюсь, я задаю вопрос, скажи, нам с тобой есть что делить? Все говорят, а что нам с тобой делить? Нет. А знаете, кому есть что делить? Это вот этим правителем, который сегодня там становятся, или императором, даже не правителем, финансовым императором, потому что сегодня правители многие, они нанятые финансовыми императорами, они их нанимают как менеджером по управлению той или иной страны, а любая страна рассматривается для финансовых императоров как компания очередная, которую можно завалить, которую можно вообще войнушку там устроить, ну и так далее, и так далее. Поэтому сегодня нужно понимать, что мы с вами имеем очень сильное коллективное сознание, особенно если человек продвигается интеллектуально и лично с нами, то этот человек имеет очень высокий уровень сознания. А если это коллективное сознание вот с такими людьми, вы себе даже не представляете, что может происходить в мире, даже какое влияние мы можем оказывать, предположим, 10 миллионов человек с очень высоким интеллектуальным и личственным сознанием на тех же финансовых императоров. Это круче любой ядерной бомбы. Эти знания в свое время преподавались только, скажем, в таких вот интересных организациях, как Каббала, кто знает, что это такое, такие организации, как английские, римские, как они называются, всякие организации, забываю даже фильм. И все эти выходцы, ребята на сегодняшний день управляют миром с помощью финансов. Но здесь важный момент, чтобы вы понимали, послушайте тоже, что я хочу вам сказать, что все деньги мира, все деньги мира находятся не у финансовых операторов, они находятся не у банкиров, как многие идут. Все деньги мира находятся у людей. И наша одна из главных задач, которую мы тоже ставим как свит, чтобы люди были высокоинтеллектуальными, развитыми личностями, повторюсь, с высоким уровнем сознания, чтобы они могли сами рассуждать над теми новостями, которыми сегодня задуривают голову, к сожалению. И огромное количество людей осталось, которые живут еще в третьем измерении, способом мышления и так далее. А то есть главное задать, чтобы люди проснулись и поняли, что их ожидает. И каким образом они могут перейти из одного, скажем, состояния в другое. Поэтому я хочу сказать следующее, что мы имеем с вами огромнейшую силу и огромное влияние. И наступает эра нового типа миллионеров и миллиардеров. Это не те, которые имеют много денег. Ну, посмотрите, что происходит сегодня. Есть олигархи, которые там натырили кучу денег у государства, и эти деньги на Западе, в Америке, в Европе. И что им говорят? А хочешь свои деньги? Западный мир, да? Ну, опять же, это императоры финансовые, которые полностью секут и контролируют все деньги. Они говорят, вот хочешь свои деньги? Он говорит, да. Вот давай баламут там в своем государстве воду и не соглашайся с местным правительством. А если надо, если надо, мы тебе скажем, то значит войну сделаешь, войнушку, там Майдан сделаешь, кровопролитие сделаешь. Иначе денег своих не получишь, которые ты у нас в банках хранишь. Все, был миллиардер и нет миллиардера, он завязан полностью под этих финансовых операций. И поэтому рождается абсолютно новая категория новых миллионеров и миллиардеров. Это те люди, которые обладают огромнейшим влиянием на количество людей. И поэтому то, что мы с вами выстраиваем, то, чему мы вас обучаем, да, это как создавать многоуровневые партнерские сети с очень большим влиянием своим на эти сети. Это сегодня более цен. И если, знаете, вот русская пословица есть, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот сегодня я хочу сказать, она самая актуальная, потому что если ты имеешь 100 рублей, у тебя их могут украсть. Или у тебя есть миллиард, тебе могут его не отдать. Но если у тебя есть миллиард человек, миллиард клиентов, и каждый только по 10 центов купит у тебя что-то через, скажем, твой бизнес, который ты обладаешь, то у тебя всегда будут деньги, и никто тебе деньги не заберет. Даже если деньги исчезнут из-за приходов. И вот один из моментов, я не буду сегодня подумать тему биткоинта, который вырос непомерно. А чтобы вы понимали, вот я покажу это опять же в Минске, график роста на рынке. И когда происходит рывок больше, чем там в 3-4 раза, когда там рост происходит там 150-200, ну то есть, чтобы вы понимали, в трейдинге существуют уровни Фибоначчи, так называемые, да, то есть есть логика Фибоначчи, уровень Фибоначчи. И когда в трейде происходит рост, а там рост происходит определенное кратное, да, там допустим, одно кратное, два кратное, три кратное, но определенным вот этим цифрам. И когда происходит рост, грубо говоря, там он может произвести, грубо говоря, на 62%, а он вырос на 128, а потом он может даже вырасти на 242, а потом даже может вырасти на 524, да, ну, например, умножаем на 2, да, то потом спад идет просто сумасшедший, просто сумасшедший. Вот то, что происходит сейчас за биткоинтом, когда я вижу, да, я просто смеюсь и балдею того, что происходит, потому что это надутая вещь, и мне понравилось, если кто еще не знает про криптовалюты, посмотрите мое видео в Академии частного инвестора, там есть вебинар про криптовалюту, его совсем недавно, Николай Стариков, гублецист, и уважаю очень этого человека, очень грамотные вещи, говорит, не рассусолит многие политики, а конкретно в глаз. Так вот, он сказал очень уникальную вещь про эту криптовалюту, про биткоинт, очень уникальную вещь, да, то Центробанк не хотел пускать, а теперь он говорит, ну, мы же не можем повлиять на то, что происходит в мире, скажем так. Ну, посмотрите это видео, очень интересно, и там поймете ответ. Поэтому, дорогие друзья, к чему я все эти вещи подвожу? Что даже если не будет денег, ну, предположим, вообще, или там изменятся деньги, или там прижмут то, что происходит сегодня в банковской сфере, когда люди зарабатывают деньги, а у них блокируют счета, и им нужно доказывать, что у него деньги честные, то когда у тебя есть тысяча, или десять, тысяча, или сто тысяч, или миллион, или два миллиона, или пять миллионов, или один миллиард влияния на своих клиентов, то тогда ты всегда будешь богатый, ты никогда не будешь зависеть от финансовых императоров банковской системы. И Анатолий Дорчуницкий, чтобы вы понимали, мы, скажем, для Анатолида Дорчуницкого все инвесторы, частные инвесторы, мелкие инвесторы, мы являемся огромнейшей защитой его бизнеса, и сегодня это уже наш бизнес. Мы защищаем таким образом, привлекая огромное количество массы людей в эту систему, быть, скажем, участником этого большого великого дела, и быть защитником, адвокатом. Ну, перейдем дальше, да, еще один вопросик. За сколько примерно построят 100 тысяч километров, чтобы выйти на IPO? Если вы говорите, что за 10 лет 10 миллионов километров дорог, то прибыль на один километр дорог какая? А прибыль на один километр дорог в среднем 1 миллион долларов. В среднем. Ну, это средняя такая, чтобы вы понимали. Но, когда вот мы сейчас были в Милане, и мы посчитали там дорога, Милан, Рип, и поставили цену там 15 евро, и ребята говорят, да, это же смешная цена, вы что-нибудь оставите, у нас 90 евро стоит, давайте 15, допустим, мы же говорим, что дешевле будет, уже была доходность на уровне 48%. Что это означает? Это 2,5 года окупаемости, то есть там гораздо больше, чем 1 миллион на километр доходности. И вот, когда мы поставим, давайте, предположим, правительство сказал, мы хотим повысить цены на проезд, ну, а 50% гаражам, они являются инвесторами, ну, скажем, уже адресного проекта. И мы ставим цену 95 евро, как вот поезд в Милан, Рим. И там сразу же прибыльность вырастает, 500 с чем-то процентов. Поэтому в чем, опять же, уникальная, дорогие друзья, что мы можем повлиять на свою доходность, мы. А так как население земли будет только расти, то значит наши родственники, наши знакомые будут в поле нашего влияния в будущее. Наши соседи, там, друзья, знакомые, мы сможем говорить, что езди, пожалуйста, на этом транспорте, да, и получай определенные выборы. И чем больше людей будет ездить на этом транспорте, тем, естественно, прибыльность будет больше. Думаю, ответил на этот вопрос Евгений. Виктор Каледин, я хотел бы вот этот вопрос философски ответить на него. Свобода также, его комментарий такой, да, свобода так же, как и деньги для неподготовленного человека может оказаться абсолютным взлом. Вы правы. Однако я понял очень важный момент. Свобода нужна рабу. Свободным человек, вот смотрите, сначала они отменяли рабство в 19-18 веке, да, а потом люди сами захотели пойти в рабство, в финансовое, да, а теперь они хотят быть свободными. Так вот, только раб, только раб, еще раз повторюсь, хочет иметь свободу. Люди высокой воли, им свобода не нужна, они вольные. Знаете, есть такая песня даже какая-то, «Вольному волю», кажется, «Черный кофе» в свое время пел в 80-х годах, «Вольному волю», а кому-то там рай, да. Так вот, если человек вольный по натуре, у него железобетонная воля, он никогда не станет рабом. Ему свобода не нужна быть. А чтобы быть вольным человеком, и здесь еще вот по свободу, да, огромное количество людей, к сожалению, становятся, скажем так, рабами больше всего своих привычек. То есть их привычки начинают быть хозяевами родителей. И если у человека высокая воля, он всегда уходит от того, чтобы его привычки над ним каким-то образом командовали и становились его хозяевами. Поэтому самый страшный враг человека сидит внутри него. Самый страшный враг. И то, что мы видим сегодня в взаимодействии в мире, геополитическое, это страхи людей, которые сидят внутри людей. Если бы люди стали бесстрашными, вольными по натуре, то все бы эти войны, они бы и все, что напряжение геополитическое, которое происходит, оно бы ушло. Это так вот, философские отцепления, да. Так, дальше. 100 вопросов, 100 ответов. Вот, видите, индусы были очень мотивированы. Правильные слова. Так, впервые встречаю эти слова. Денис, что такое? Brave for Business. Посмотрите в интернете. Вы знаете, огромное количество названий есть, таких, которые вот все то же самое, да, а как-то по-новому называют. Brave for Business, кажется, уже где-то видел в интернете. Будет ли у нас кайвейская криптовалюта? Поймите, вот это очень важное место. Чтобы вы понимали, криптофигипта, ну, я так называю, да, есть фильм про бабло, называется, смутиками, посмотрите, только без детей. Там называют криптофигипта, да. Вот если это валюта, значит, почему биткоин в своем время нужно было получить лицензию? Потому что они сказали, мы валюта. А им говорят, если вы валюта, значит, вы финансы, если вы финансы, получаете лицензию. Они получили лицензию. Нам не нужна валюта вообще. Что такое любая валюта сегодня? Вот давайте посмотрим. Это средство обмена между людьми. Но задаем вопрос. Вот где мой кошелек? Вот она, карточка Сбербанка. Вот она уже цифровая есть. Вот она, цифровая деньга, цифровая валюта. Тут уже все. Вот она, цифровая. Она появилась давным-давно. Ничего нового, криптовалюта, кроме как пирамидальной схемы, надутой возможности спроса и предложения. Ничего не создано. Это воздух, самый настоящий, как и воздух доллар, тот же самый, и любая криптовалюта. Но они созданы с помощью, там, мейнеры, так называемые, блокчейны, так называемые. Это цифровая формула определения стоимости валюты. Ну, если помните фильм «Пирамида» с Бакшоем про Сергея Мавроди, он вышел перед МММ 2011, как раз в 2010 году, в декабре месяце вышел этот фильм, а в 2011, в январе, открылась пирамида МММ 2011. Так вот, если вспомнить тот фильм, он очень мог сильно считать в голове, когда ему говорили, сколько денег пришло, сколько осталось, он мог сразу сделать формулу, и в формуле сразу просчитать курс стоимости билета МММ. Ничего нового с Биткоином. Практически та же ситуация. Но многие люди говорят, да, это цифровая валюта, ну вот я вам показал карточку, это цифровая деньг, Яндекс.Деньги, это цифровые деньги, они обеспечены определенной ликвидностью. Есть так называемые категории компаний, которые обеспечивают ликвидность. Вот как на Форексе, кто играл, есть, кто обеспечивает ликвидность, грубо говоря, потому что это валютная пара, это воздух самый настоящий. Точно так здесь воздух, кто его обеспечивает? И вот, если говорить о валюте, нужна ли Skyway у своей валюты? Ну, я не знаю, для чего она нужна? Мне кажется, она у нас уже есть. Почему? Потому что у нас уже есть форма взаимообмена между компанией и нами в качестве определенных, допустим, учетных каких-то единиц. Так вот, в будущем, при цифровых вот этих вот возможностях взаимообмена, валюта, как таковое понятие, не нужно, потому что, если мы сталкиваемся с валютой, мы попадаем в традиционный финансовый сектор, который полностью жестко регулируется. Есть другие схемы взаимодействия между людьми без банковского сектора. И вот это более приятно. Опять же, вот я хочу привести вопрос и ответить, чтобы вы понимали. Говорить о криптовалюте сегодня, и говорить о Skyway криптовалюту, но мы же сегодня уходим. Вот вначале, помните, говорили, трамвай и лошадь. Лошадь тянет там, или там, четыре лошади там, тянут трамвай. Да, ну, к примеру, что они хотели? То есть, это инновацию не дарить? Нет. Но потом появились паровозы, и вот паровоз уже, да, он дал потом тепловозы, и так далее, электровозы, вот все-все-все обновление. Но, сегодня Skyway, это инновационные технологии, транспорт, а вы задаете вопрос, вы хотите вопрос, на этот вопрос получить, а будет ли вот эта низкая, традиционная финансовая система, которая полностью контролирует, чтобы мы опустились до того уровня, потому что они не поднимутся на нашу, они-то не поднимутся, а мы должны будем пуститься на их уровень, и тогда в чем здесь инновация? Никаких инноваций даже в финансовой сфере не будет, а кто помнит мои первые вебинары, я говорю, что Skyway в будущем, в ближайшем, вот уже осталось 2-3 года, тогда было 5 лет, я показывал, 2-3 года осталось, когда мы начнем влиять на финансовый сектор, конкретно влиять на финансовый сектор, и существующие банковские секторы, банкиры, которые сегодня есть, они скоро останутся без работы, и с жопой с голой задницей. И то, что делается сегодня, велением времени, мы даже это не планированием, многие вещи, которые делаются сегодня велением времени, они даже от нас не зависели, мы просто подходили, упирались в стену, думаем, как эту стену обойти, обходим, говорим, о, вот оно, сегодня мы к этому идем, что как таковая валюта нам не нужна, потому что это принцип взаимообмена между людьми, и принцип взаимообмена между людьми в свое время стал золотом, потом бумажными деньгами, потом вот этими карточками, а потом придумали цифровую валюту, и говорят, вау, мы что-то новое придумали, да блин, карточки были придуманы еще в конце, в 98-99 году уже карточки в полный рост сходили по всему миру, вот вам это та же цифровая валюта, Мастеркард, Цитрус, Маэстро, сегодня российская система МИР, японская UnionPay, Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, чем не валюта? Это валюта, почему это валюта? Потому что ты можешь поменять на любую валюту в мире, биткоин тоже можно поменять на любую валюту в мире, и он еще растет, но растет, мы понимаем, спрос и предложение определяет рост цифровой валюты, подобная коин, биткоин и всем остальным, Поэтому, дорогие друзья, в будущем, я думаю, не нужна будет валюта вообще Skyway, а нужна определенная форма взаимообмена между, в данном случае, компанией и, скажем, инвесторами, потом пассажирами, потом клиентами по перевозке грузов, вот над этим нужно работать, и к этому, кстати, уже все отработано, ничего нового придумывать не надо, уже отработано в системе кооперации, кооперативных законов, в кооперативных обществ, из потребительских обществ, где существуют такие понятия, как РКЦ, расчетно-кассовые центры, и система расчетно-кассового обслуживания, но там тоже ошибка, они называют кассовая, не нужно делать кассовая, должна быть система взаимообмена между людьми, по абсолютно новым аналогам, цифровым аналогам, и вот, чтобы вы понимали, сама система биткоин, в чем, вот те ребята, которые вы создали, она основана не на том, чтобы деньги там были, а показатель протоколов, там очень высокая протокольная часть с высокой степенью защищенности, так вот нам нужно использовать такую протокольную часть для того, чтобы взаимообмене между персонами, которые там, или инвесторы, или клиенты, или пассажиры, или еще кто-то, чтобы эту протокольную часть никто из хакеров не мог увидеть, а только тот клиент, который должен общаться с тем клиентом, вот в этом ценность, в данном случае, не системы, не биткоина как валюты, а системы биткоина как протокольная часть, но я об этом говорил на многих людях, думаю, ответим на этот вопрос, еще последний вопрос, и все, то, что сказал Арман про крупных инвесторов, ну, Арман не сказал, я не буду говорить, не имею права, ну, чтобы вы понимали, вот опять про биткоин, ладно, к этой теме еще раз вернусь, когда растет, вот смотрите, он был на уровне, сначала 900 долларов поднялся, потом опустился до 600, потом 400, потом даже 200 было еще год назад, кажется, или 2,5, а сейчас, ух, погнал, там почти 3000 уже, если не ошибаюсь, надо посмотреть, я как-нибудь вот сделаю этот график, вот покажу это в Минске, обязательно, и потом приеду, вебинар сделаю, покажу вам те же слайды, которые для Минска, то есть, когда идет вот такой рост, да, 68%, 120, сколько там, 136, и так далее, увеличение до 500, а потом до 1000, это процентов от суммы, которая сейчас есть, то потом идет просто провальный, провальный, вы себе даже не представляете, и на мой взгляд, цель создания системы биткоина, есть у товарищей финансовых интернаторов одна из задач обнуление мирового, а мозг человека, он такой, что если 2-3 года ты пользуешься чем-то, то ты привыкаешь, и ты думаешь, так это уже всегда будет, ну, пример, давайте интернет, его же когда-то не было, а сегодня мы даже себе представляем, как он его не был, это, наверное, сон какой-то был, дети маленькие рождаются, для них это вообще интернет всегда был, потому что он в интернете там уже мультики сам смотрит, и папе с мамой, и бабушкой, и дедушкой, так вот, одна из задач, как мне кажется, создателей биткоина, вернее не создателей, только контролируют биткоина, контролируют опять же финансовый император, это на мой взгляд, это задача следующая, чтобы сделать так, сделать так, чтобы как можно больше людей загнали туда денег, а так как это частная лавочка, вот Стариков об этом говорит, частная лавочка, неизвестно кто создал, личности этой нет, только имя, а может там Сергей Мавроди это создал, японским разработчикам, прикинувшись, мы же не знаем, так как пример, знаете, ну вроде же великий этот комбинатор именно цифровых аналогов, ну как пример говорю, никто не знает на каких серверах, где он находится, никто не знает где мейкеры находятся, никто не знает где находится еще что-то, и вот Стариков говорит об этом, говорит, вы представляете, там тот же Каддафи хотел создать свой золотой динар, его же замочили, за то, что он свой динар создал, и то, что он вышел из-под влияния финансовых императоров, страны целые убивают вместе с президентами, а тут, видите ли, никто не знает где они, и финансовые императоры говорят, мы ничего сделать не можем, это современное такое время, а вот соберут они денежки там, огромное-огромное количество денег, а потом раз так и деньги исчезли, они то заработали, они деньги вывели, обнуление происходит, и кто виноват, а никто не виноват, это частная лавочка, и никто никогда не знал, где он находится, о, это кибертерроризм, это финансовый терроризм, все, теперь нужно подчинить себе интернет, и каждого пользователя в интернете будем прослушивать, более того, мы будем делать так, чтобы давать разрешение ему работать один час или одну минуту в день в интернете, то есть мы получим полностью как-то делать интернет таким образом, это как вот такой миф, миф такой, это не миф, а как вполне вероятно, что может случиться, вполне вероятно, поэтому нужно включать голову, в первую очередь, дорогие друзья, и смотреть на спады, потому что там есть, когда падает, есть в трейдинге, в техническом анализе определенные сигналы, начинает вов сейчас повалится 100%, поэтому нужно за этим смотреть, все дорогие друзья, я думаю, ответил на вопросы, и последнее хотел бы сказать, поймите, вот то, что будет происходить 1 июля 2017 года, Экоти фестиваль, еще есть возможность, я думаю, что кто приедет без билетов, ну они смогут попасть туда, потому что не сильно там, не 20 тысяч человек приедет, не 50, а пускай 5,5 тысяч будет, но 500 человек больше будет, поэтому подумайте и приедьте, то, что будет там, это будет раз в жизни, в истории человечества, и вы будете причастны к этой истории, подумайте очень внимательно. Второе, те, кто хочет войти, там писали, мировой совет лидеров многоуровневого краудинвестинга, да, у нас есть такое желание, и мы уже двигаемся в этом направлении, в этом году мы представим ассоциацию многоуровневого краудинвестинга, то есть мы создадим ассоциацию, но уже фактически, вот я дал задание нашему юридеру, чтобы с Юлиемейстом подготовили, создали такую международную ассоциацию многоуровневого краудинвестинга, и одна из задач подготавливать людей на этом рынке, потому что да, есть многоуровневый бизнес, есть инвестиционный бизнес, а что мы сейчас совместили? Два таких крупнейших направления, инвестиционный бизнес, который является самым крупным бизнесом в мире, вообще, и многоуровневый бизнес у нас получается многоуровневый краудинвестинг, то есть народное инвестирование в многоуровневом, скажем, системе работы, и поэтому одна из главных задач действительно подготовить серьезных лидеров, и то, что будет 3-го, 4-го, это будет подготовка уже, вот я называл это, окажется, в Милане, и в Казахстане, это фабрика по производству топ-лидеров многоуровневого краудинвестинга, это те люди, которые в ближайшие 30 лет не просто станут миллиардерами или триллионерами, это те люди, которые смогут заработать еще сотни миллионов и миллиарды долларов, кому-то удастся и десятки, и сотни миллиардов долларов заработать, помимо того, что они создадут активы, поэтому там, 3-го, 4-го числа, чтобы вы понимали, будут раздаваться миллиарды и миллионы, будете ли вы там или не будете, конечно же, решать вам, да, это не деньги как таковые, но те знания, которые вы получите, та энергия, которая будет, вот то, что будет там, это как раз будет тот ключевым моментом, который и создаст, и поможет создать нам, скажем, не то, что ассоциацию, а мировой лидерский корпус по развитию многоуровневых краудинвестинга. И мы рады, что в некоторых странах, в которых мы общаемся, вот Армург ездит, руководители, скажем, находятся в руководстве, а при руководстве страны, то есть в некоторых ассоциациях государственных участвуют, и это люди имеют опыт в системе многоуровневого бизнеса, начинали в свое время там в тех компаниях в 80-х, 90-х годах, вернее, в 90-х и начале 2000-х годах в этих странах. То есть люди, которые хорошо понимают, что такое многоуровневый бизнес, и они, когда им показывают, что еще связано с инвестиционным управлением краудинвестинга, они просто шизеют от этого и говорят, вау, так это же круто, кто это придумал, кто это придумал. Антон Дальчунинский придумал это. Мы подхватили и немножко адаптировали его, сделали немножко более таким вот другим направлением на буре на краудинвестинга. Но придумал его, Антон Дальчунинский тоже еще придумал. Голова наша, наш человек, который не только создает и придумывает инновации в транспортной сфере, но еще и в финансовой, и в других направлениях. Так что, дорогие друзья, принимайте решение и быть вам 1, 2, 3, 4 июля в Минске, в Марьиной Гор, потом на обучение, или не быть, решение только за вами. Как сказал Армам, будете ли не будете вы там, мы уже это двигаем, мы уже это делаем без вас. Но будьте там для того, чтобы вы и в будущем ваше поколение могли по-другому совсем двигаться в жизни и иметь самые-самые большие выгоды в своей жизни. Пока-пока, с вами был Андрей Хавратов и весь сегодняшний совет департамента, лидерский совет и член департамента на уровне украинской инвестиции. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok